В Конституции написано, что высшей ценностью является именно человек и его права и свободы. То есть каждый человек, его просто обозвали сектантом и назначили лидера какого-то якобы психически больного. Это касается каждого, в том числе и вас, если вы считаете себя человеком. О, автомат убрали. Что такое случилось? Спасибо, говорю, вам бесплатно. Мне? А я-то тут при чем? Как? Я ни разу не жаловался. Какая разница, они смотрят в село. Выдал секрет. Они же все смотрят. Все. Моя мусорка больше не ждет ваш стаканчик. Жаль. Азар. Жаль. Чего? Обычно на три буквы посылают в суд, а тут сразу ко мне послали. Нет, не доверяю, есть отводы. Многократно отказались предоставить какие-либо документы, подтверждающие их личность, должность и полномочия. На воротнике, на маньке присутствуют две запозолоченные куговицы. Два часа назад проверял, доступа нет. Это мошенничество. Подлежат уголовной ответственности или погашению. Подписывает документы разными именами. Состав Тихонова ОА. Состав чего? Состав окрошки. И должно быть от имени суда, а не от имени судьи. Ни разу ни письменно, ни устно не сослалась на статьи Конституции Российской Федерации. Конституция все не работает. У вас тоже режим, да? И с целью совершить преступление против всего человечества, не имеющего сроков давности. Вот он, недоверие и утраты чести. Ну, я думаю, вам больше 25 лет, и вы наверняка в Советском Союзе родились. Некоторые судьи до сих пор не сдали паспорта СССР и, по сути, имеют двойное гражданство. Справки от психиатра и от психиатра-нарколога. У меня есть такие. А у вас? Поправочка. Кто там кашляет? Я кашляю. А, вы? Да, да, да. Вот. А когда человек кашляет, это говорит о том, что он сам творец, у него забирает право голоса. То есть просто частное лицо, никакой ответственности. То есть акцептовали, согласились. Устроила какой-то прямой между собойщик, между собой и двумя адвокатами, представителями ответчиков, которые сидят прямо напротив судей, спиной к истцу. Мне неинтересно чьи-то залысины рассматривать. Но стол принесли. Благодарствую, что исправляетесь. Я смотрю, стол появился и стулья... Мне что, лавочка? Это прецедент. Я первый раз вижу, чтобы адвокат за судьей оправдался. Во-первых, один пришел за суд. Чего же обижаете казенного курьера? Я не обижаю, они сами на себя обижаются. Как же не обижали? Он пришел обиженный. Они по-человечески себя повел. Куда? С вами за один стол, что ли? Почему? Нет. И это сказал мужчина, женщина, да? Это нарушение уже. Вы считаете себя человеком? Я являюсь адвокатом. Не признал себя человеком? Я лично возражаю, чтобы меня в судебном процессе у меня снимали. Я никогда никого не снимал и снимать не собираюсь. Я таким вообще не занимаюсь. Я не буду отвечать на вопрос. Благодарствую. Молчание – самый честный ответ. И это общественное дело. Дело касается всего живого человечества. Все человечество занесли вот в сектарте. Всем привет. Сегодня поведаю о том, что 30 июня 2023 года в городе Екатеринбург и по ВКС в городе Сургут было четвертое заседание по гражданскому делу о защите чести и достоинства персоны Антона Николаевича Булгакова. Оспаривается статья автора Неупокоев Евгений СМИ и информационно-аналитическое агентство Ура.ру под названием «Лидер секты» из ХМАУ жалуется генпрокурору РФ на начальника из СК с фразами. Первый – руководитель секты живых человеков Антон Булгаков из Сургута. Второе – движение живых человеков прославило скандалами в банках и силовых ведомствах. Третье – свои действия активисты объясняют религиозными мотивами. Четвертое – в их заявлениях и поведении можно найти признаки секты. Пятое – Булгакова осенью 2018 года арестовали и отправили в ПНД на преднудительное лечение. Напомню, как только был подан иск в суд, статью многократно отредактировали и из статьи исчезли такие слова, как «руководитель» и «секта». И руководитель секты живых человеков превратился просто в жителя Сургута. Так, основные моменты из данного видео. В здании Сургутского городского суда убрали большой автомат для продажи кофейных напитков, который стоял за турникетами и с тремя стеклянными бутылками с сиропом. А также начали возводить парапет для инвалидов. Это радует. По делу ответчиков всего три, но в этот раз пришел только один – представитель адвокат Бабиков ПС. Итого, со стороны ответчиков только один – представитель адвокат, а со стороны истца – истец, два – представителя в Екатеринбурге и два – слушателя в Сургуте. Всего пять человек. Общественный интерес растет, но по-прежнему не особо велик. Надеюсь, вырастет. В этот раз принесли стол и стулья для представителей истца, но становились почему-то спиной к истцу, к видеокамере. Представитель ответчика не захотел признавать себя человеком и не захотел разворачивать стол и стул, чтобы не быть спиной к истцу. Пошли навстречу, закрыли окно для улучшения звука, и секретарь перестала громко нажимать на клавиши после упоминания об этом в отводе ей же. После того, как затребовал 23 документа, подтверждающих личность должности полномочия якобы судьи, а также озвучил и показал справки на имя Антона Николаевича Булгаков об отсутствии постановки на учет к врачу-психиатру и к психиатру-наркологу. Никогда не ставился на учет и не состоит. А также положительную характеристику от участкового, а также приобщил ответ замглав врача ПНД, что никакого лечения не оказывалось. У Тихоновой ОА сразу начался очень сильный кашель, и она почти потеряла голос. Смотрим. Сейчас видео такое шикарное будет, на подходе. Основное название... Еще не придумал? Нет, ну так, она просто... Примерно, да? Диарея справедливости. Блин! Классно! Это первая часть, название, у меня двое название. Здорово тебе. Здравствуйте. А тут бы Саня озвучил видео своего. Блин, чуть не упали. Я же ходил к этому плаценту, но он как увидел, что я одну запись включил, сразу... Сказал на нос, что да? Ну, я... Расслабился. Я еще соединюсь с нашим походом глушинкой. Ага. Вот. И первую часть названия придумал. Диарея справедливости. Классно! Чего ж ты так? Ага, Семёжа! А они нас как? А они нас как? А что, я их не трогал? Да. Они вроде как нас тоже не трогают, да? Ну... Да ребят-то трещит у народа. Не, меня вам пять лет не трогают. Пять лет назад меня подкнули. Ого. Здрасте. 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 О, вы без очков. Линзы поставили? Нет? Хочу меморамки без документов найти. Нельзя? Да, нет, не знаю. Нельзя, вот. Благодарствую. Так. Под принуждение, под вашу ответственность. И мы хотим тоже туда же. Смирнова 426. И вдруг, пожалуйста. Без оборота на меня. О, автомат убрали. Проходите рамку без металла. Что такое случилось? Спасибо вам. А? Спасибо, говорю вам. Мне? Да. А я-то тут при чём? Как? Я ни разу не жаловался. Какая разница? Они смотрят в село. А вот это почему тогда не убрали? А вот это почему не убрали? Да вот, обратитесь. Да. Старайтесь. Куда вы обратитесь? Из моих рубок все добрые. Куда вы обратитесь? Куда, скажем, обратиться? Ко мне послали. А ты как бы послали? Ну да. Ты чтоб к кому обратиться? Обычно на три буквы посылают в суд, а тут ко мне послали. Уже на пять букв. Так, приборчик, рамки измеряет. Селфи-палки. Так, деньги, ключи. Чек. Обязательно судебные издержки потом взыскать. Из-за чего убрали-то? А? Проверка? А нагрудный знак, что, не появился у вас? А, вот, отлично. Проверка. Ну, я ничего не писал. Про это-то что? Я вообще про это ничего не писал. Это, скорее всего, твоя бумага сработала. Да? Да, с марками. Я вообще ничего не писал. Не звонил, никому ничего не говорил. Я сволочь. Я вообще про это не писал. Ну, что я могу поделать? Мне все равно, я не призвал. Не, а мне не все равно. Я бы приготовился, я думал, кофе попью. Жаловаться надо, значит. Верните назад. Ну, не берешь, ты ходишь постоянно. Это они тебе назло сделали. Ну, может быть, да. А, моя мусорка больше не ждет ваш стаканчик. Вот что. Новый репортаж. А? Новый репортаж. Ну, сейчас. Да. Моя мусорка не ждет ваш стаканчик. Не ждет. Не ждет. А жар. А жар. А жар. А жар. Жаль. Дол юн. Жигудай. Чего? Товарищ следователь. Я всегда рад помочь правосудию. Но я должен понимать. А-а-а. А жар. А жар. А жар. А жар. А жар. Мда. Не, я знаю, почему убрали. Потому что у них стояли ликеры, да? Справа. А ликеры? Не, не, не. Ликеры там безалкогольные. Здравствуйте. Безалкогольные. Но сами бутылки, они стеклянные. За турникетами. Понимаешь? Они говорят, что там, типа, есть перемычка, которую, ну, невозможно вытащить. Но я несколько раз видел, что бутылки стояли снаружи этой перемычки. То есть, бери, бах, и все. И вот у тебя оружие. Да, может быть. И плюс, и плюс, закрыли вакуационный выход тот. Соответственно, заключенных водят как раз мимо. Раньше они их водили по тому лестничному пролету, они сюда не доходили. Они их сразу поднимали на пятый этаж обычно, все. Здесь они не проходили. А так как путь следования арестованных и заключенных проходит именно здесь, все. Убрали. Вот причина. А там, я так понял, то ли ремонт, то ли что идет. Вот когда отремонтируют, может вернут. А не подскажете, автомат выбрали кофе машину навсегда или временно? Я предполагаю, что вернут, когда ремонт сделают. Нет? Все строго? Все, где по вашим эмоциям, да. Блин, а я кофе планировал попить. Закрыто. В отпуске что ли? Слушайте, так приятно, когда мир меняется от их действий. Ну, не всегда, как говорится... С лучшей стороны. Ну, с одной стороны, это правильно. Не должно быть тут никаких автоматов, банкоматов, тем более со стеклянными изделиями. Они могли бы кофе в машину поставить, но без стекла. Пластиковый бутылок. А я им говорил. Я им где-то полгода назад сказал, что у них... Я им прямо спросил сначала, говорю. Они говорят, типа, ну, ножики там вот это все нельзя проносить. Я говорю, а это стеклянные бутылки можно проносить? Дальше турники-то они говорят, нет. Я говорю, а вон у вас. Ну, я это нигде не озвучил. Запомнил. Доложил, видать, тут рапорт составил. Ему галочку. Ну, что? Поздравляю, туалеты открыты. Проход открыт, эвакуационный. Одного, а четыре. Не проверил. А схожу, посмотрю. Ну, женские точно открыт, туалет. Не, ну, правильно, мне вот это... Вот приезжали адвокаты из других регионов. И говорят, у вас вообще... Это что такое? Это как вообще? А что удивительного? Как говорится, куда скинуться? У них же папа, бумажек-то много. Всяких. У адвокатов? Да. Так они, они все важны, это документы. Так двери закрыты. А тут еще важнее. Двери закрыты, да? Здравствуйте. Здравствуйте. А мужской закрыт? Дискриминация? Называется «Зачем». Зачем? Да. Что такое «Зачем»? Ну, я расскажу. Эти начали гореть. Раньше не горели. Могу рассказать тебе. Когда Ханту-Ханту квартиру дали, однокомнатную, «Чем будешь делать?» Он говорит, вот в этой комнате, вот в большой комнате, чум поставлю. А вот, говорит, ну а на кухне оленей будут в туалете, то есть собаки будут, в ванной, рыба будет сушиться. А здесь чего у тебя? Ну, шмотки там положим, в коридоре, да? Слышишь, говорит, ну ты занял туалет, ванну, кухню и все. Говорит, в туалет-то куда ходить будешь? Зачем? Зачем ходить будешь? За суд. Такой грустный Амар сидит. Теперь на стоянку. За 200 рублей. Такой грустный вообще. А мне кажется, он наоборот, это он нам шпильку. Вот теперь будешь на стоянку за 200 рублей ходить. Не, не, не. Я издевки не ощутил. Вот именно такая тоска и грусть. Видать, им хорошо влетело, что они заключенных мимо стекла водили. Запросто. Да. Ну, если я сообразил, Дрюс. Кто из них догадался? Там народ это, соображает мгновенно. Ну да. Я это видел. Да. Здравствуйте. Не здоровается что-то в Барлыцке? Обиделся. Огорчился? Бывает. Без мантии что-то. Пугайцы, наверное, пришивают. Ты их обижаешь и обижаешь постоянно. Я не обижаю. Они сами на себя обижаются. Как это? Вы, говорит, обидели государственного работника. С 12 лет. Как же, говорит, я обидел твоего. Я его не обижал. Он говорит, нет. Он пришел, говорит, обиженный, обиженный. Это вот лисик. Пересмотришь его? Посмотрел. Посмотрел. Представлен. Чего же обижаете казенного курьера? Это не дело. Какого курьера? Сами знаете, какого. Извините, но я не обижал вашего курьера. Как же не обижали? Он пришел обиженный. Как же, говорит, вы не обидели. Кисовый овенец, говорит. Он же пришел обиженный и обиженный. Он пришел такой обиженный. Это, по-моему, еще старая работа эта самая. Вот и Амара я вроде не обижал, не обижал. Вот, да, ты можешь включить. Посмотреть, что у нас двенадцатый. Когда они стулья собирали. Ну, все, без проблем пускают зато. В руки не выхватывают. Нет, нет. А он просто уже давно понял, что... Ну, не давно. Я много раз предупреждал. Я два года ему. Талдычу, талдычу. Он тоже, он тоже в руки тянул. Он единственный. Нет, еще Гаврилов есть. Не Гаврилов, а вот этот новенький, который, вот, ты на него. Ясин, Ясов, Ямов. Ямов. Ямов и Амар. Ну, короче, Амара и вот этот Ямов. Только они вдвоем вырывали это. Сначала вырывали. Вот я начал возмущаться. Они потом начали, типа, либо даешь, либо мы тебя не пропускаем. Все. Я сначала на Амара написал одну жалобу, по-моему. Прошла проверка. Все, он утихомирился. Ямов все равно продолжал. При тебе было. Пока не отчитал при всех. Тоже утихомирился. И вот сейчас все. Тише да гладь. Это, наверное, потому что еще я иск в суд подал. Ушел иск во второй касационный суд Санкт-Петербурга. Отжалую приказ председателя суда в подтверждении порядка ознакомления с материалами дела. Его отменят, я уверен. Ну, сначала надо выиграть, потом, чтобы вступило в силу. А потом я могу еще и иск подать о возмещении моральной компенсации и материальной тоже. А Марту фразу проронил, выдал секрет. Говорит, они же все смотрят. Все. Все, конечно, смотрят. И нас материал. Нет, ну, они же посмотрели. Я говорю, вот каждый раз он приходит и сразу к этому аппарату. Дай-ка мы ему сейчас винтим аппарат. Не, 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 не из-за этого. Да, если бы вот так... А нет, подожди. Они бы убрали просто бутылки и все. Этот аппарат... А еще в мировом тоже аппарат стоит. Надо еще в мировой сходить, посмотреть. Есть, но нет аппарата. Как? У вас не убрали? Все, пишу жалобу. Скорее всего, там тоже убрали. Не факт. Там заключенных завозят с обратной стороны на подвальный этаж, заводят и поднимают по лестнице. То есть они... У них свой маршрут. Между маршрутом следования ими, во-первых, турникет, пролет, пространство, короче, не знаю, 50 на 50. Но там тоже стекло есть. Три бутылки стоят стеклянные. А я предупреждал, где-то недели две назад я тут был. Я им сказал, говорю, ждите. Скоро будет много проверок. Потому что у вас тут дела серьезные творятся. Но я для этого ничего не предпринимал. Я просто вижу ситуацию. Здравствуйте. Компьютер не поменяли на российский? Без комментариев. Отлично. А не получится все равно? Нету российских компьютеров. Тут не нужно много об этом говорить. Да я понимаю. Вы при должности, скорее всего, ограничены. Извини. В ответах я ограничен. Правильно задавай вопросы. Желаете узнать по 100 килограмм золота? Привет. А ответ на этот вопрос с полотной. Да. Да. Да, но оплатный будет. Но процесс долгий будет. Я им вчера 13 ходатайся запульнул на ночь, глядя. Нет, 15. Долгый был, да? Да. Все. Все. Их мусорка больше не ждет мой стаканчик. Кабинет закрыт у девчонок. Да. Автомата нет. Значит, смотрит. Значит, смотрит. Ну, что ты хочешь? Я тебе говорю, после выхода первого видео, 5 лет назад, первое видео вышло, как мы в налоговую сходили. После этого видео мы пришли через 2 или 3 дня, что ли, в налоговую. Мне инспектор, как же он, старший инспектор, что-то там по безопасности, такой молодой, говорит, у вас, говорит, все хмало смотрит. После первого видео. А уже вышло более 800. А, сейчас же на выходе Троеновского встретил. Да. Ну, я говорю, здравствуйте. Он такой улыбается. Я говорю, что, компьютер поменяли на российский? Он такой, без комментариев. Я говорю, ну, понятно. Я говорю, я все равно не получится поменять на российский. Российских-то нет. Он такой, я, вы, говорит, я, 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 это, я не могу вам это, я говорю, да я понимаю, вы ограничены в ответ. Ну, да. Не, ну, главное, что это, не как Амара, такой весь погрустневший, а улыбается, когда юмор присутствует, улыбка, это хорошо. Это значит, что еще что-то осталось человеческое. Потому что первый признак живого, знаешь, какой? Совесть. Самый главный. Нет. Совесть. Нет. Позитив. У человека, может быть, и не быть совести. Но по факту он будет живой. Юмор. Ну, тут можно поспорить. Это фильм называется «Короткое замыкание». Старый. Там две части, что ли. Там, короче, робот отражил. Его, мол, не ударило. Произошло короткое замыкание. И он ожил. Стал соображать, учиться. И ученый, короче, решил его проверить. Действительно ли он живой или нет. И всякие ему тесты, короче, и фотографии, там, как психологические тесты, там, кляксу какую-то рисовал. Что это? Он ему рассказывает, короче. Он говорит, да нет, ну не может быть. Не может быть, что он живой. Ну не может быть, короче. В итоге, короче, рассказывает ему анекдот. Робот сначала тугодумит, а потом сильно рассмеялся. И ученый такой, точно, он живой, говорит. У живых, это, живые юмор воспринимают, юморят. Робот не способен пока что юмор воспринимать. И анекдоты был не такой уж смешной. Даже глупый, можно сказать. Сейчас хоть сам возьмет, что ему причитается. Ну что, согласен теперь, что вы живой. Живой, живой. И чувства юмора у робота нет. Я живой? Живой. Правда? А я живой, я живой. Ура, ты живой. А вот эти все чиновники, они очень редко юморят. Они прям абсолютной серьезности все. Луценко-то у меня прям сила и паспорт выдрал. Мне никто так никогда паспорт не вырывал. Я ему вот так вот зажал пальцами. Говорю, из рук, пожалуйста. Он говорит, вот так вот уж. Так это же его документы. Это все. Документы выпущены ими. Это признаки статьи 19.17 КАПРФ. Изъятие паспорта в залог. Залогом было то, что он не проведет прием, пока не покажешь ему паспорт. Я чуть ему сказала. Чуть-чуть. Под принуждением, под вашу ответственность. Девушки, три минуты осталось. Мы ждем, что я узнаю. Мы там, ждем. А вы паспорт давали копию снять? Нет. Давайте. Не дам. Почему? А на каком основании? Нам отправлять потом нужно будет, что установили личность. Сошлитесь на норму права. А? Сошлитесь на норму права. Понятно. Сошлитесь на норму права. А что они там конференц-связь не организуют? Включают? Добро, ждем. Ждем 22 посольские минуты. Здравствуйте, нас слышно? Нас слышно? Добрый день, да, слышно. Здравствуйте, вас тоже слышно, благодарю. Открывается судебное заседание, слушается гражданское дело Кузьку Бургакова, Доник Николаевич, конформационно-аналитическим организмом РАЗУ. По Сибирск-Уральской медиакомпании Корче Евгений Николаевич в защите чести и достоинства. Кто явился в судебное заседание? Представьтесь, пожалуйста. Часто я тебе, честно, я храню, по-моему. Вы из суды отвечаете. Слушаю вас. Явился Антон Николаевич Булгаков. Вот он. Личность установлена? И друг, пожалуйста. Да, личность установлена, основание паспорта. Благодарю. Дальше кто явился в судебном заседании? Вот он, суд, представитель, отвечающий в Сибирск-Уральской медиакомпании, действующий на стороне недоверенности, готовый, господин Сергеевич. И также я представляю сегодня интересное на стороне его, для которого отвечу, как начинка. Слушайте меня. Для вас объявляется состав суда, и дело рассматривает состав председателя с точки зрения Тихона и пресекретаря судебного заседания в Георгии. Состав суда доверяется или есть отводы? Нет, не доверяю, есть отводы. Слушаю вас. Вчера вечером были отправлены три отвода под номерами 2.3, 2.4 и 2.5. Сейчас буду зачитывать 2.3. Зачитывайте. Сейчас, секунду, у меня ноутбук тут. Так, было отправлено через систему Газправосудия, а также на электронные адреса ответчиков вчера вечером. Так, заявление об отводе секретаря Когтева... Как имя, отчество? Вы Когтева? Нет. Когтева Л.Е. В городе Стругу секретарь судебного заседания Когтева Л.Е. В нарушении требований статьи 19 ГК РФ Когтева Л.Е. Скрывает свое имя и отчество. Так, 2.2. 17.04.2023 года пыталась установить личность ИСЦА за пределами судебного заседания в коридоре до захода в зал. Пыталась получить паспорт от ИСЦА с целью снятия копии. Отказалась сослаться на нормы права. 2.3. 17.04.2023 года не доложила суду явку в полном объеме. Не доложила явку слушателя в городе Сургут. Тем самым нарушила требования части 1 статьи 161 ГБК РФ. Третье. При указанных обстоятельствах заявитель правит признать такие действия Когтевой Л.Е. направленные на оказание заявителю как равноправному участнику гражданских правотношений, противодействию реализации прав, создание заявителю препятствий для полного и всестороннего исследования доказательств и правильного рассмотрения и разрешения настоящего гражданского дела с участием заявителя. 4. Данное обстоятельство вызвали у заявителя сомнения в независимости, объективности и беспристрастности Когтевой Л.Е., а также, учитывая все предыдущие действия и бездействия Когтевой Л.Е., заявитель оценивает ее действия и бездействия как личную, прямую и косвенную заинтересованность в исходе дела. 5. Возникновение у заявителя сомнений в независимости, объективности и беспристрастности, а также личная, прямая и косвенная заинтересованность в исходе дела Когтевой Л.Е. возлагает на заявителя обязанность заявить об отводе указанного лица Когтевой Л.Е. в связи с совершением Когтевой Л.Е. многочисленных действий и бездействий с нарушением законодательства о гражданском судопроизводстве и нарушении таких основ гражданского судопроизводства, как состязательность и равноправие сторон. 6. Руководство истребованием указанными в статьях 6. 12. 16. 21. 35. 157. 166. 195. 198. 224. 225. 228-230 ГПК РФ. Заявитель выносит Когтевой Л.Е. вводом недоверия и траты чести и заявляет Когтевой Л.Е. отвод, а также требует. 7. Принять к рассмотрению настоящее заявление об отводе секретаря Когтевой Л.Е. 8. Внести в протокол судебного заседания в полном объеме содержание настоящего заявления об отводе секретаря Когтевой Л.Е. Уважаемый суд, а нужно ли дальнейшее обеспечение технической связи? Нужно ли дальнейшее обеспечение технической связи с нашим участием? Я не расслышала вас. Ваше участие нужно еще в составе суда? Участие Смирновой нужно еще в суде и секретаре? На ваше усмотрение личность установлена. На ваше усмотрение. Я не возражаю. Хорошо. Благодарствую. Обсуждается. Подождите, я еще не дочитал. Девятое. Да, девятое. Вынести на обсуждение сторон вопрос об отводе секретаря Когтевой Л.Е. Предложить лицам, участвующим в деле, опровергнуть доводы заявителя, отраженные в настоящем заявлении, об отводе секретаря Когтевой Л.Е. Путем оглашения и предъявления доказательства, обосновывающих такие возражения. Десятое. Содержание доводов в возражении лиц, участвующих в деле, относительно удовлетворения требований заявления об отводе секретаря Когтевой Л.Е. В полном объеме внести в протокол судебного заседания. Одиннадцатое. Принять решение о вынесении частного определения в порядке статьи 226 ГПК Р.Ф. По усматриваемым признакам преступления и направить его в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам. Двенадцатое. Тихоновой О.А. Просмотреть и разрешить заявленный отвод секретаря Когтевой Л.Е. В порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве. Тринадцатое. По результатам рассмотрения и разрешения заявления об отводе секретаря Когтевой Л.Е. вынести определение в порядке, установленном статьями 224 и 225 ГПК Р.Ф. Которые гласить немедленно после его вынесения. Четырнадцатое. Настоящее заявление об отводе секретаря Когтевой Л.Е. Приобщить к материалам дела в полном объеме. Кодатайство подано вчера примерно в 23.00 через систему газправосудия и по электронной почте в сторону ответчика в письменном виде. Требую вынести письменное мотивированное определение. Обсуждается. Я Булгаков Антонов в полном объеме поддерживаю. Пожалуйста, прошу разложения. Это только основание для отвода. И в том числе нет основания для вынесения и определения в письменном виде. Попробуемое определение. Попробуемое определение. Я прошу удовлетворение. Попробуемое определение в паре. СуществОв Example measure определенное предприятие. Дальше слушаю вас. Сейчас, секундочку. Так, документ номер 2.4. Заявление об отводе секретаря Гераскина АЭ. Второе. В городе Екатеринбург секретарь судебного заседания Гераскина АЭ. 2.1. В нарушении требований статьи 19 ГК РФ Гераскина АЭ скрывается и имя, и отчество. 2.2. 14.03.2023 не доложила суду явку в полном объеме. В городе Екатеринбург не явился ответчик и ААУРА.РУ. Тем самым нарушила требования части 1 статьи 161 ГПК РФ. 2.3. 17.04.2023 не доложила суду явку в полном объеме. В городе Екатеринбург не явился ответчик и ААУРА.РУ и ответчик Карча Евгений Николаевич. А в городе Сургут не доложила явку слушателя. Тем самым нарушила требования части 1 статьи 161 ГПК РФ. 2.4. 17.04.2023 и 17.05.2023 создавала препятствия правосудию. Очень громко нажимала на клавиши клавиатуры ноутбука и забивала звук ВКС и аудиопротокола. Тем самым создавала заявителю препятствия для полного естественного исследования, доказательств и правильного рассмотрения разрешения настоящего гражданского дела. 2.5.19.04 подписала протокол 2023 года второго заседания, не соответствующей действительности и аудиозаписи второго заседания. Совершила действия, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных статьей 327 УК РФ, подделка документов и статья 303 УК РФ, фальсификация доказательств. И статья 292 УК РФ, служебный подлог. И статья 159 УК РФ, это мошенничество. 2.6. В письменном протоколе второго заседания у всех отводов, в том числе и в отводе себе, то есть Гераскиной АЭМ, который устно произносил истец, вскрыло все основания и доказательства личной, прямой и косвенной заинтересованности в исходе дела, а также вызывающие сомнения в объективности и беспристрастности. 2.7. То есть многократно прямой признак прямого умысла совершила действия, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 327 УК РФ, это подделка документов и статьи 303 УК РФ, фальсификация доказательств. И статьи 292 УК РФ, это служебный подлог. И статьи 159 УК РФ, это мошенничество. 2.8. 25.04.2023 направила ИСЦУ протокол второго заседания через 6 дней после подписания 19.04.2023, тем самым нарушила требования статьи 231 ГБК РФ. 2.9. Материалы дела оба тома в ужасном состоянии, не прошиты, отсутствует скрепляющая наклейка с указанием количества листов, даты и времени скрепления, подпись ответственного должностного лица и круглая печать, заверяющая подпись. Материалы дела оба тома пронумерованы многократно с исправлениями и наложениями номеров страниц. До трех раз исправляли номера страниц. Вот трижды друг на друга нарисовали. Вообще непонятно, какой номер у листа. Материалы дела оба тома пронумерованы многократно с исправлением и наложением номеров страниц. Есть задвоенные листы, то есть листы с одинаковыми номерами. Некоторые документы невозможно прочитать. Материал дела отсутствует 38-я страница. Нет ее. Совершила действия, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 327 УК РФ, подделка документов и статья 303 УК РФ, фальсификация доказательств и статья 292 УК РФ, служебный подлог и статья 159 УК РФ, мошенничество. 2.10.18.05.2023 не доложила суду явку в полном объеме. В городе Екатеринбург не явился ответчик ура.ру и ответчик Карча Евгений Николаевич не доложила явку двух слушателей в городе Сургут, тем самым нарушила требования части 1 статьи 161 ГП КРФ. 2.11.23.2023 подписала протокол третьего заседания, который не соответствует действительности, совершила действия, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 327 УК РФ, подделка документов, статьями 303 УК РФ, фальсификация доказательств и статья 292, служебный подлог и статья 159 УК РФ, мошенничество. 3.10.2023 действует преднамеренно, вводя всех в заблуждение, бесчестным образом, то есть нечестно и без чести, используя доверие народа в своих личных интересах и нарушая все законы РФ и должностные, в скобках, долговые обязательства перед обществом. 4.10.2023 при указанных обстоятельствах заявитель вправе признать такие действия в Гераскиной, направленные на оказание заявителю как равноправному участнику гражданских правоотношений, противодействию реализации прав, создание заявителю препятствий для полного и всестороннего исследования доказательств и правильного рассмотрения и разрешения настоящего гражданского дела с участием заявителя. 5.10.2023 данные обстоятельства вызвали у заявителя сомнения в независимости объективности и беспристрастности Гераскиной АЭ, а также, учитывая ее все предыдущие действия и бездействия, заявитель оценивает ее действия и бездействия как личную, прямую и косвенную заинтересованность в исходе дела. 6.10.2023 Возникновение у заявителей сомнений в независимости объективности и беспристрастности, а также личная и прямая и косвенная заинтересованность в исходе дела Гераскиной АЭ возлагает на заявителя обязанность заявить об отводе указанного лица Гераскина АЭ в связи с совершением Гераскиной АЭ многочисленных действий и бездействий с нарушением законодательства о гражданском судопроизводстве и нарушение таких основ гражданского судопроизводства как состязательность и равноправие сторон. На основании изложенного руководства и стребований указанными в статье 6.12.16.21.35.157.166.195.198.224.225.228.230 ГПК РФ заявитель выносит Гераскиной АЭ в отводом недоверия и утратой чести и заявляет якобы секретарю судебного заседания Гераскиной АЭ отвод, а также требует. 8. Принять к рассмотрению настоящее заявление об отводе секретаря Гераскиной АЭ. 9. Внести в протокол судебного заседания в ходном объеме содержание настоящих заявлений об отводе секретаря Гераскиной АЭ. 10. Вынести на обсуждение сторон вопрос об отводе секретаря Гераскиной АЭ, предложить лицам, участвующим в деле, опровергнуть доводы заявителя, отраженные в настоящем заявлении об отводе секретаря Гераскиной АЭ путем оглашения и предъявления доказательств, обосновывающих такие возражения. 11. Содержание доводов, возражений лиц, участвующих в деле относительно удовлетворения требований и заявлений об отводе секретаря Гераскиной АЭ в полном объеме внести в протокол судебного заседания. 12. Тихоновая ОА. Рассмотреть и разрешить заявленный отвод секретаря Гераскиной АЭ в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве. 13. По результатам рассмотрения и разрешения об отводе секретаря Гераскиной АЭ вынести определение в порядке, установленном статьями 224 и 225 ГПК РФ, которые огласить немедленно после его вынесения. 14. Принять решение о вынесении частного определения в порядке статьи 226 ГПК РФ по усматриваемым действиям Гераскиной АЭ признаком состава преступлений и направить его в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам. 15. Настоящее заявление об отводе секретаря Гераскиной АЭ приобщить к материалам дела в полном объеме. Данное заявление было направлено вчера в 23.00 через систему Газправосудия в Ленинский районный суд города Екатеринбург, а также по электронным адресам в сторону ответчиков. Требую вынести письменное мотивировочное определение. Данное заявление об отводе секретаря Гераскиной АЭ приобщить к материалам дела в полном объеме. Я хочу уточнить. Я правильно понял, что со стороны ответчика не поступило никаких опровержений тех фактов, которые были сложены в предыдущих двух отводах. Вам вопрос. Мне вопрос. Что значит опровержение? Что значит? Ну я же зачитал. У меня в отводах был пункт, что предлагаю опровергнуть. Я выставил субъемление относительно доказательства. Я не вижу субъемление. То есть без опровержения, без предоставления доказательств. Благодарю. Третий отвод. Документ номер 2.5. Заявление об отводе судьи в кавычках Тихонова ОА. Лариса, будь добра, пожалуйста. Если у тебя зрение хорошее, посмотри, пожалуйста. На воротнике, на маньке присутствуют две запозолоченные пуговицы? Да, присутствуют. Благодарствую. Так. Второе. В городе Екатеринбург якобы судья Тихонова ОА 2.1. 18.05.2023 началось заседание в 14.31. То есть на 16 минут позже назначенного времени, в 14.15. Это нарушение статьи 160 ГПК РФ, тем самым создало препятствия для реализации права на правосудие и на защиту. 2.2. В нарушении требований статьи 19 ГК РФ Тихонова ОА скрывает свое имя и отчество. 2.3. 14.03.2023 по сути провела заседание в отсутствии ИСЦА, несмотря на то, что ИСЦОМ заранее, 6 марта 2023 года, через систему ГАЗ-просудия было подано ходатайство о переносе дела в связи с невозможностью участия в заседании, в связи ИСЦА, в связи с участием в это же время в другом заседании, в Сургутском городском суде. В это же время копия повестки была приложена. Уважительная причина, но несмотря на это заседание было проведено, было вынесено 7 определений и только потом было рассмотрено ходатайство о переносе рассмотрения дела. 2.4. 14.03.2023 в ходе первого заседания вынесло 7 устных определений без учета мнения ответчика ура.ру ИСЦА. Только потом рассмотрела ходатайство ИСЦА о переносе и перенесла заседание. Тем самым нарушила права ИСЦА на возражения, на обжалование, высказывание о своем мнении и другие права ИСЦА. 2.5. 14.03.2023 проигнорировало возражение представителя ответчика Харисанова АА и постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 24.02.2005 года номер 3 о судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц. Не исключило ненадлежащего ответчика ИАА.ру.ру. Дело в том, что на сайте суда и в деле до сих пор участвует ненадлежащий ответчик и его явку никто не проверяет. О его явке никто не докладывает и его мнение никто не спрашивает. 2.6. 16.03.2023 года подписала протокол первого заседания несоответствующей действительности и аудиозаписи первого заседания. Совершила действия, имеющие признаки состава преступления, предусмотренных статьями 327 УК РФ «Подделка документов», статья 303 УК РФ «Фальсификация доказательств», статья 292 УК РФ «Служебный подлог», статья 159 УК РФ «Мошенничество». 2.7. В трех заседаниях 14.03.2023, 17.04.2023 и 18.05.2023 года полностью игнорировала неявку, отсутствие и мнение ответчика ИАА в РА.ру. 2.8. 17.04.2023 года и 18.05.2023 года Тихонова, в скобках Иванова, ОА, отказалась предоставить какие-либо документы, удостоверяющие личность, должность и полномочия, а также о смене фамилии, так как указом президента Российской Федерации от 28.10.2023 года, номер 805, назначенной Иванова Ольга Анатольевна, на указанный, не указан срок полномочия и отсутствует слово «бессрочно», тем самым нарушила конституционные права истца, предусмотренные частью 2 статьи 24 и частью 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации. 2.9. 18.05.2023 года заявила, что присутствие в МАНТЕ подтверждает ее полномочия выступать от имени суда и от имени Российской Федерации. 2.10. 17.04.2023 года спросила у истца, имеются ли отводы суду, а потом разъяснила истцу право заявлять отводы. В принципе, сейчас то же самое происходит. 2.11. 17.04.2023 года игнорировала участие и мнение третьего ответчика Карчи Евгения Николаевича, несмотря на то, что присутствовал представитель Харисанова. Ее мнение как представителя ответчика Карчи Евгения Николаевича никто не спрашивал. 2.12. 17.04.2023 года приобщила к материалам дела два доказательства, приказ и стенограмму, не спросив мнения истца. 2.13. 17.04.2023 ответчик не направил в сторону истца видеозаписи, которые уже приобщены к материалам дела. На CDR диске том 1 лист дела 211. Доказательства о направлении видеозаписи в сторону истца в материалах дела отсутствуют. 2.14. 17.04.2023 года приобщила доказательства, скриншоты почты, не удостоверившись в его получении истцом со стороны ответчика. 2.15. 17.04.2023 года запретила видеофиксацию процесса и ответчиков. 2.16. 17.04.2023 года нарушила требования ст. 67 ГПК РФ исследования письменных доказательств производства судом вместе с участвующими в деле лицами. Многократно отказала истцу в исследовании и в оценке доказательств со стороны ответчиков, сказав, что оценка доказательств будет дана судом в совещательной комнате при вынесении решения. 2.17. 17.04.2023 года ограничила истца видеофиксацией трех ответчиков, сказав, чтобы не нарушать их права, но не разъяснила, какие именно права ответчиков будут нарушены. Дело открытое, заседание открытое. Вон я даже слышу, у вас дети, наверное, подглядывают на первом этаже с детского сада. То есть, всем все видно, всем все слышно, а видеофиксацию производить нельзя. Странно. Так. Не мотивировала и не сослалась на нормы права. 2.18. 14.03.2023 года многократно нарушила право истца и ответчиков на обжалование. Устом вынесла 7 определений без удаления в совещательную комнату, без участия мнения ответчика ура.ру, без учета мнения истца. Эти 7 устных определений в писанном виде материалах дела отсутствуют. Их невозможно обжаловать в письменном виде. 2.19. 17.04.2023 года многократно нарушила право истца на обжалование. Устом вынесла 9 определений без удаления в совещательную комнату, без учета мнения ответчика ура.ру. Эти 9 устных определений в письменном виде в материалах дела отсутствуют. 2.20. 18.05.2023 года не разъяснила права и обязанности представителя истца. 2.21. 18.05.2023 года не спросила представителя истца, понятны ли ей права. 2.22. 18.05.2023 года не спросила представителя истца о доверии суду. 2.23. 18.05.2023 года не спросила представителя истца, имеются ли отводы. 2.24. 18.05.2023 года многократно нарушила право истца на обжалование. Устно вынесла 12 определений без удаления в совещательную комнату. Без учета мнения ответчика ура.ру эти 12 устных определений в письменном виде в материалах дела отсутствуют. 2.25. 19.04.2023 года подписала протокол второго заседания, не соответствующий действительности и аудиозаписи второго заседания. Совершила действия, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных статьями. 327 УК РФ подделка документов, 303 УК РФ фальсификация доказательств ст. 292 УК РФ служебный подлог ст. 159 УК РФ мошенничество. 2.26. В письменном протоколе второго заседания у всех отводов, в том числе в отводе самой Тихоновой ОА, который устно произносил истец, вскрыло все основания и доказательства личной, прямой и косвенной заинтересованности в исходе дела, а также вызывающие сомнения в объективности и беспристрастности, тем самым повторно подтвердило свою личную, прямую и косвенную заинтересованность в исходе дела. 2.27. То есть многократно это прямой признак прямого умысла совершило действия, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных статьями. 327 УК РФ подделка документов, ст. 303 УК РФ фальсификации доказают ст. 292 УК РФ служебный подлог и ст. 159 УК РФ мошенничество. 2.28. 25.04.2023 направило ИСУ протокол через 6 дней после подписания 19.04.2023 года, по закону 5 дней, а тем самым нарушило требования ст. 231 ГПК РФ. 2.29. До настоящего момента ИСУ никто официально не ответил и не сообщил, где и когда он может ознакомиться с материалами дела. Было написано три заявления на ознакомление с материалами дела. Первый из них 12 марта 2023 года. Многократно нарушило право на ознакомление с материалами дела. 2.30. Нарушило право на обжалование как минимум 16 раз. До настоящего момента не вынесло в писанном виде определение и не направило ИСУ определение на следующие документы, поданные в писанном виде через систему ГАЗ-правосудия. 2.30.1. Заявление об оказании содействия реализации права на судебную защиту прав и свобод заявителя от 6 февраля 2023 года. Том. 1. ЛИС. Дело. 28. 2.30.2. Ходотайство об истребовании доказательств от 12.03.2023 года. Том. 1. ЛИС. Дело. 71-81. Оборот. 2.30.3. Заявление об отложении судебного заседания от 06.03.2023. Том. 1. ЛИС. Дело. 83-84. 2.30.4. Ходотайство об обознакомлении с материалами дела от 12.03.2023. Том. 1. ЛИС. Дело. 89-89. Оборот. 2.30.5. Ходотайство о привлечении соответчиков от 12.03.2023. Том. 1. ЛИС. Дело. 91-92. 2.30.6. Ходотайство о приобщении доказательств от 13.03.2023. Том. 1. ЛИС. Дело. 96-117. Оборот. 2.30.7. Заявление об отложении судебного заседания от 16.04.2023 года. Том. 1. ЛИС. Дело. 178-179. 2.30.8. Заявление об отложении судебного заседания от 16.04.2023. Том. 1. ЛИС. Дело. 184-184. Оборот. 2.30.9. Ходотайство о введении видеозаписи от 16.04.2023. Том. 1. ЛИС. Дело. 189-195. 2.30.10. Ходотайство об исключении доказательств от 16.04.2023 года. Том. 1. ЛИС. Дело. 197-200 оборот. 2.30.11. Ходотайство об исключении доказательств от 16.04.2023 года. Том. 1. ЛИС. Дело. 202-206 оборот. 2.30.12. Заявление о переносе судебного заседания от 17.04.2023. Том. 1. ЛИС. Дело. 211-223 оборот. 2.30.13. Заявление о приобщении доказательств от 19.04.2023. Том. 1. ЛИС. Дело. 233-240 оборот. 2.30.14. Ходотайство повторное об ознакомлении с материалами дела от 11.05.2023. Том. 2. ЛИС. 7-13. 2.30.15. Заявление о приобщении доказательств от 13.05.2023. Том. 2. ЛИС. Дело. 15.31. 2.30.16. Заявление повторное о переносе судебного заседания от 17.05.2023. Том. 2. ЛИС. Дело. 52-56 оборот. 2.31. 18.05.2023. В ходе третьего заседания примерно в 15.30 совершила действие, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных 159 УК РФ мошенничества. Статья 128.1 УК РФ плевета. Тихонова устно заявила, что доступ к делу в электронном виде предоставлен и в материалах дела имеется выписка. По факту доступ к делу номер 2-22-38-2023 М-85-73-2022 через систему ГАЗ-правосудия отсутствует до сих пор. Два часа назад проверял, доступа нет. 2.32.18.05.2023 года Тихонова ОА, зная за месяц до третьего заседания, что истец как журналист, эксклюзивно и монопольно, так как 9 из 10 заявленных в СМИ отсутствовали на последних четырех заседаниях, освещает резонансное уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ. Это доведение до самоубийства медсестры в травмцентре города Сургут. И многократно 7 раз требовал перенести третье заседание на более раннее или более позднее время и дату. Тихонова ОА полностью проигнорировала многочисленные и письменные и устные ходатайства истца о переносе третьего заседания. Всего 8 ходатайств. Задержала начало третьего заседания на 16 минут и в ходе третьего заседания отклонила 7 ходатайств о переносе заседания. Тем самым воспрепятствовала законной профессиональной деятельности журналиста с использованием своего служебного положения, то есть многократно умышленно совершала действия, имеющие признаки состава преступления, предусмотренных частью 2 статьи 144 УК РФ. Это воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. 2.33. 18.05.2023 в ходе третьего заседания многократно нарушила конституционные права истца, многократно отклонив 7 ходатайств в связи с необходимостью ознакомления впервые с материалами дела истцом и представителями истца. А именно, права предусмотрены частью 1 статьи 46, это право на правосудие, частью 2 статьи 24, это доступ к информации, и частью 3 статьи 56, необоснованно ограничила и препятствовала доступу к информации Конституции Российской Федерации. 2.34. Полностью игнорируют факты злоупотребления правом на предоставление возражений стороной истца. Истец многократно заявлял, что ответчики направляют свои документы истцу не на адрес истца, а на адрес Тругутского городского суда. 2.35. 18.05.2023 не разрешила ходатайства о переносе судебного заседания в части допуска к участию в деле представителя истца Лариса Павловна Толстых. И не вынесла решения в этой части ни устно, ни письменно, ни под аудио, ни под письменный, ни под видеопротокола, а также не спросила мнения ответчиков в этой части. 2.36.18.05.2023 предоставила преимущество для стороны ответчиков в виде стола и двух стульев строго по центру зала напротив себя. Устроила какой-то прямой между собой и двумя адвокатами, представителями и ответчиков. А представитель истца Ларису Павловну Толстых наоборот лишила принципа состязательности и равноправия в виде отсутствия такого же инвентаря у представителя истца. Стол, стул и микрофон. Пожилой женщине, представителю истца пришлось стоять сбоку у стеночки все полтора часа стоя в ходе третьего заседания Тихонова ОАА совершила действие, имеющие признаки дискриминации и состава преступления, предусмотренного статьей 136 УХРФ. Это нарушение права и свобод, прав и свобод человека и гражданина. Я смотрю, стул появился и стулья со стороны представителя истца. Благодарствую, что исправляетесь. 2.37.18.05.2023 Тихонова, не ссылаясь на нормы права, многократно требовала от истца и представителя истца дать обещание о том, что сторона истца подготовится к следующему заседанию. Отбор обещаний не предусмотрен ни Конституции Российской Федерации и ни одним законам Российской Федерации. Т.е. Тихонова ОАА совершила действие, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 40 УХРФ, оказания физического и психического принуждения на представителя истца и на истца, А также 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями и ст. 286 УК РФ – это превышение должностных полномочий. А также в соответствии с комментариями к ст. 294 УК РФ, преступление совершается путем действия, характер действий может быть самым различным. Обращение с просьбами, приказания, обещание повысить должности и т.д. Тихонова ОАА совершила действие, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных частью 3 ст. 294 УК РФ – это вмешательство в деятельность суда с использованием своего служебного положения. 2.38. 18.05.2023 предоставила преимущество для стороны ответчиков, постоянно перебивала и разговаривала одновременно с представителями истца, т.е. лишала права голоса и права высказывать свое мнение и возражения, тем самым препятствовала правосудию истцу слышать мнение представителя истца. В то же время Тихонова ОАА не позволяла себе этих же действий в отношении ответчиков. Тихонова ОАА совершила действие, имеющие признаки дискриминации и состава преступления, предусмотренного статьей 136 УК РФ – это нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 2.39. 18.05.2023 предоставила преимущество для стороны ответчиков, постоянно перебивала и разговаривала одновременно с истцом, то было представитель истца, а теперь истец, т.е. лишала права голоса и права высказывать свое мнение, тем самым препятствовала правосудию и представителю истца слышать мнение истца. В то же время Тихонова ОАА не позволяла себе же таких действий в отношении ответчиков. Тихонова ОАА совершила действие, имеющие признаки дискриминации и состава преступления, предусмотренное статьей 136 УК РФ – нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 2.40. 18.05.2023 обеспечила преимущество для стороны ответчиков, многократно после слов обсуждается ходательство, предоставляло слово сначала двум ответчикам и лишь потом истцу и представителю истца. Это нарушение порядка судебного заседания и нарушение требований ст. 174 и ст. 190 ГТК РФ. 2.41. 17.04.2023 в ходе второго заседания совершила действие, имеющие признаки состава преступления, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Мошенничество под аудиопротокол заявила, что направит истцу все аудиопротоколы всех заседаний, а по факту прислала DVD-R диск с записью только одного аудиофайла с аудиопротоколом только второго заседания, на котором истец и так присутствовал и вел свою аудиозапись. Пустой диск DVD-R от истца был получен Ленинским районным судом 27 апреля 2023 года за три недели до третьего заседания. Данный факт подтверждает отчет отслеживания отправления том 2 лист дела 13, а записан диск был 15.05.2023 года спустя 18 дней после получения диска и отправлен через АО Почта России лишь 17.05.2023, это спустя 20 дней после получения диска. Заявление о предоставлении аудиопротоколов всех заседаний было направлено 14 марта через ГАЗ правосудия 2023 года, то есть диск был отправлен в сторону истца лишь через 64 дня с одной единственной аудиозаписью только второго заседания. Более того, в материалах дела отсутствуют документы, доказывающие отправку данного DVD-R истцу. 2.42. После ознакомления с материалами дела истец установил, что 18.05.2023 после того, как Тихонова узнала, что в городе Екатеринбург пришла представительница Тихонова ОА в 13.50.49 секунд за 24 минуты до начала третьего заседания распечатала и подписала отчет о предоставлении доступа к делу в системе ГАЗ правосудия. Отчет находится в материалах дела, том 1, лист дела 35. Однако доступ к делу в системе ГАЗ правосудия до сих пор нет и он отсутствует. Данный отчет подписал какой-то некий, кавычки открываются, отчет распечатала, далее следует некая закорючка и расшифровка, я так понял, закорючки, что-то непонятное. Состав Тихонова ОА. Что за состав? Возникает вопрос разумный. Состав чего? Состав поезда, состав преступления, состав воздуха, состав окрошки, состав Тихонова ОА по факту доступ к делу номер 2238 дробь 2023 через систему ГАЗ правосудия отсутствует до сих пор. Таким образом, Тихонова ОА совершила действия, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 327 УК РФ «Подделка документов», статья 303 УК РФ «Фальсификация доказательств», статья 292 УК РФ «Служебный подлог», статья 159 УК РФ «Мошенничество» и статья 128.1 УК РФ «Клеветтар». 2.43. На замечание ИСЦА на протокол 25.04.2023 Тихонова ОА вынесло определение через 16 дней, а направило определение лишь через 6 дней после вынесения определения 18.05.2023. 2.44. 18.05.2023 Тихонова ОА в ходе третьего заседания заявило, что направило определение об отклонении замечания ИСЦА на письменный протокол 2 заседания на почтовый адрес ИСЦА в городе Сургут, проспект Консомольский, 21, квартира 16. По факту на 24.05.2023 дела отсутствуют документы, подтверждающие отправку определения ИСЦУ. До настоящего момента ИСЦА не получал данного определения Тихонова ОА, публично и официально совершило действия, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». 2.45. 11.05.2023 Тихонова ОА подписала некий документ под названием О, пробел П, пробел Р, пробел Д, пробел Е, пробел Е, пробел Л, пробел Е, пробел Н, пробел И, пробел Е. Документ получен с нарушениями закона, часть 1, статьи 13 и часть 1, статьи 224 ГПК РФ, не имеет юридической силы и способности вызвать юридические последствия. Должно быть в соответствии с законом определение суда, а не какое-то там якобы определение с пробелами через каждую букву. Должно быть от имени суда, а не от имени судьи. 2.46. Тихонова ОА не способны написать собственную фамилию собственноручно, то есть в соответствии со статьей 19 ГПК РФ и в соответствии со словарями русского языка поставить подпись на документе. 2.47. Подписывать документы разными именами, то Тихонова ОА, то ОА.Тихонова, то какой-то председательствующий, то просто судья. И ставить при этом какую-то закорючку вместо подписи. Напомню, что подпись в соответствии с законодательством РФ и словарями русского языка, это собственноручно написанная фамилия. 2.48. 23.05.2023. Подписала протокол третьего заседания, который не соответствует действительности и аудиозаписи третьего заседания. Совершила действия, имеющие признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 327 УК РФ, подделка документов. Статьей 303 УК РФ «Фальсификация доказательств», статьей 292 УК РФ «Служебный подлог» и статья 159 УК РФ «Мошенничество». 2.49.16.04. Заявитель направил заявление с требованием обеспечить ВКС для участия истца в деле в городе Сургут. До настоящего момента Тихонова ОА не вынесла определения, не ознакомила истца и никаким образом не уведомила истца об организации ВКС данного четвертого заседания. 2.50. Ни разу... 2.50. Ни разу ни письменно, ни устно не сослалась на статьи Конституции РФ, вместо этого ссылаясь на Гражданский процессуальный кодекс, при том, что в части 1 статьи 120 Конституции РФ нет упоминания о Гражданско-процессуальном кодексе. Цитирую. Часть 1 статьи 120 Конституции РФ «Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону». Конец цитаты. Какому конкретному федеральному закону в единственном числе не уточняется? И про ГПК там ни слова не написано. 3. Таким образом, официальное лицо Тихонова ОА действует преднамеренно, вводя всех в заблуждение бесчестным образом, то есть нечестно и без чести, используя доверие народа в своих личных интересах и нарушая Конституцию РФ. Все законы, а также все законы РФ – должностные, то есть долговые обязательства и персональную торжественную клятву. 4. При указанных обстоятельствах заявитель оценивает такие действия Тихоновой ОА с признаками состава многочисленных уголовных преступлений, действиями, направленными на оказание заявителю как равноправному участнику гражданских правопношений, многократного мышленного противодействия в реализации прав создания заявителю препятствий для полного и всестороннего исследования доказательств и правильного рассмотрения и разрешения настоящего гражданского дела с участием заявителя. 5. Данные обстоятельства вызвали у заявителя сомнения вне зависимости объективности и беспристрастности Тихоновой ОА, а также, учитывая все предыдущие действия и бездействия Тихоновой ОА с многочисленными признаками, многочисленных составов уголовных преступлений, заявитель оценивает ее действия и бездействия как личную, прямую и косвенную заинтересованность в исходе дела, в том числе с коррупционной составляющей. 6. Возникновение у заявителя сомнений вне зависимости объективности и беспристрастности, а также личная, прямая и косвенная заинтересованность Тихоновой ОА в исходе дела, в том числе с коррупционной составляющей, возлагают на заявителя обязанность заявить об отводе указанного лица Тихонова ОА в связи с совершением Тихоновой ОА многочисленных действий и бездействий с нарушением законодательства гражданского судопроизводства и нарушения таких основ гражданского судопроизводства, как состязательность и равноправие сторон, а также с признаками уголовных преступлений. 7. На основании изложенного руководства с требованиями и указанными в статьях 6. 12. 16-21. 35. 157. 166. 195-198. 224. 225. 228-230 ГПК РФ Заявитель выносит Тихоновой ОА в отом недоверие и утраты чести и заявляет якобы суде Тихоновой ОА от-вот, а также требует 8. Принять к осмотрению настоящее заявление об отводе якобы суди Тихоновой ОА 9. Внести в протокол судебного заседания в полном объеме содержание настоящего заявления об отводе Тихоновой ОА 10. Вынести на обсуждение сторон вопрос об отводе Тихоновой ОА, предложить лицам, участвующим в деле, опровергнуть доводы заявителя, отраженные в настоящем заявлении об отводе Тихоновой ОА, путем оглашения и предъявления доказательств, обосновывающих такие возражения. 11. Содержание доводов, возражений лиц, участвующих в деле, относительно удовлетворения требований заявления об отводе Тихоновой ОА в полном объеме внести в протокол судебного заседания. 12. Рассмотреть и разрешить заявленный отвод Тихоновой ОА в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве. 13. По результатам рассмотрения и разрешения заявления об отводе Тихоновой ОА вынести определение в порядке, установленном статьями 224 и 225 ГПК РФ, которое огласить незамедлительно после его вынесения. 14. Принять решение вынесения частного определения в порядке статьи 226 ГПК РФ по усматриваемым в действиях Тихоновой ОА признаков составов многочисленных уголовных преступлений и направить его в соответствующие организации или соответствующим должностным лицам. 15. Настоящее заявление об отводе Тихоновой ОА приобщить к материалам дела в полном объеме. Данное заявление об отводе было направлено вчера в 23.00 примерно в письменном виде через систему газ правосудия и направлено по электронным адресам ответчикам. Все. Поддерживаю. Поддерживаю. Уважаемый, выспользуем вам побольше в этот раз. Значит, что касается предоставления преимуществ, ячейки были предоставлены в обличке, это не соответствует обстоятельствам дела, протоколу судебного заседания. Что касается стула, который не был представлен представителю ИСА, это также. Не соответствует действительности, если предложил присесть, насколько он помнит, представителю ИСА решили идти с наскамеющей, а права никак не были ограничены в судебном заседании. Что касается, что суд попросил обещание у ИСА, что тот подготовит ходатайся на защищение экспертизы, то это было сделано же вопреки мнению ответчика, наоборот, из суда было предоставлено право подготовиться надлежащим образом судебному заседанию, что и как раз предоставлено большое количество времени для того, чтобы он подготовился к назначению экспертизы в суде, если такова экспертиза назначена. Теперь, что касается обвинения суда в совершении действий, имеющих признаки состава преступления, а также неуважительное отношение к суду, потому что суд не имеет писать, а также название суда в кавычках, уже в суде считаю, что, конечно, ничего это не подтверждается, это ложь. Более того, я прошу в соответствии с статьей 226, частью 3 Гражданского процессуального кодекса направить сообщение следственным отделом, следственным управлением, следственным комитетом по линскому району города Екатеринбурда, о наличии в действиях ИЦА, признаков преступления предусмотренных 298.1 УК Российской Федерации и 297 УК Российской Федерации, то есть это телевета в отношении к суде и неуважение к суду. Это действие, по нашему мнению, совершенно умышленно, без каких-либо оснований. Я считаю, что, ну и собственно, исходя из конституции, правосудие следствия от имени Российской Федерации подобное поведение недопустимое, по нашему мнению, является переставленным. Оважаемый суд, прошу также посмотреть на выхода с неправильным сообщением. Спасибо. А можно задать вопрос? Ларис, Ларис, у тебя был стул на прошлом, ой, стол? Именно стол был на прошлом заседании? У меня была в боку лавочка, хотя у ответчика был лавочка и стол предоставленный. Меня просто как в боку к стенке прижали, и там я и стояла, потому что другого места просто не было, и стола другого не было. И это говорит, и это сказал мужчина, женщине, да, что стол-то был предоставлен? Не стул, лавочка просто стояла, лавочка была, все, не стола, ничего не было, то есть не писать, ничего не было. На всей протоколе все это есть, предлагали пройти к нам сюда. Куда, с вами за один стол, что ли? А почему? Нет, это нарушение уже. Нет больше похода за собой пользу, по-моему. Ну, у меня, в принципе, все, мне все ясно. Есть, есть ходатайство. Мы хотим заявить ходатайство на проведение видеосъемки. Подожди, подожди, Лариса, Лариса, подожди, пожалуйста, сейчас стадия отводов, еще права не разъяснились. Сейчас мы все стадии пройдем, дойдем за стадии ходатайства и потом заявим. У меня тоже есть такое ходатайство. Еще вводы есть? Нет, это все, пока. Разъясняется официальная правообязанность, лица участка судей, имеют право ознакомиться с материалами дела, делать ответственность, занимать кофе, заявлять обводы, представлять доказательства, участвовать и следуем, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертным специалистам, приводить к этому доводу по всем возникающим в ходе судебного заседания вопросам, обжаловать судебные постановления, используя другие предоставленные законодательством, профессиональные права. Лица, участвующие в деле, должны собесно пользоваться всеми принадлежащими процессуальными правами. В естественной стране изменилась с даванием и медленностью, юридичные леденщики, как мест, древние обязательства, лечь и править признать, что мы можем закончить делаем и у нас соглашение. Дай мне еще раз просыпать. Права понятны сторонами? Ваша честь, вы очень тихо говорите, и половина, я просто не расслышала даже, что вы произнесли. Еще окно открыто. Еще окно открыто. Можно как-то окошко открыть, потому что там дети кричат, вообще плохо слышно. Родизния, это функциональная права и обязанность, лица участвующих детей, умеет права, познакомиться с материалами дела, делать выписки, снимать кофе, предъявлять отходы, представлять доказательства, участвовать в их исследованиях, задавать вопросы другим лицам, участвующим делам, свидетелям, бюджетам, специалистам, проводить свои доводы. По всем возникающим в ходе судебного заседания вопросам, обжаловать судебные постановления, используя другие предоставленные законодательством процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими процессуальными правами, праве изменить основальные предметы, искуличие, умеющие, умеющие, умеющие требования отказаться от иска. Отвечащие праве признать, стороны могут окончить дело неравном соглашении. Сейчас слышно? Да, все понятно. Права вам понятны? Да, понятны. Слушаю вас. У меня тоже просьба ходатайства. Можно, пожалуйста, хотя бы одно окно закрыть, которое ближе к представителю ИСА? Потому что, прям, даже здесь я слышу голоса детей, и вот представитель Отлического, когда говорил, я плохо его слышал. Хорошо. О! Дома закрыли, яхт. Благодарствую. Сейчас мы за распиской сходим. Это прецедент. Я первый раз вижу, чтобы адвокат за судью оправдался. А меня хорошо слышно? Как говорить? Громче или потише? Хорошо слышно. Антон, за один отца прочитай сообщение от Витера. Услышал, смотрю. Из 50 пунктов он рассмотрел только 3. Не, он просто ничего не говорил. Он сказал, стул был предоставлен в виде скамейки. Хорошо. У нас же неправда. Это же неправда. И данной язвки нет в возражении судебное заседание про родителей есть. У нас присутствует представитель ответчика СМИ в ура.ру? Да. В чьем лице? Он сказал, что в начале он сказал. Я представился представителем сибирской уральской медиа-компании. Я являюсь учредителем средства массовой информации ура.ру. Средства массовой информации ура.ру самостоятельно не являются юридическим лицом. Такая конструкция. Я представляю интересы учредителей. Соответственно, интересы СМИ. Ясно. Тогда благодарствую. Я прошу тогда разъяснить мне. Дело в том, что на сайте суда указано три ответчика. Вот СУНК, Карча и информационно-эклиническое агентство ура.ру. Они являются ответчиком по делу или нет? Я чуть не пойму. Являются, поскольку вы к никакому ответчику от иска не отказывались. Вы заявили три ответчика в качестве ответчиков и пока от вас никаких ходатайств по этому поводу не поступало. А присутствие вот этого третьего ответчика, которого нету, его присутствие вообще можно обеспечить? Вам только что представитель дал пояснение, что информационно-эклиническое агентство ура.ру. самостоятельным юридическим лицом не является. Поэтому мы не представители. Они представляют интересы информационно-эклинического агентства. А я возражаю, то есть хочу... Я услышал, я просто хочу пояснить, что в уставе СМИ, которые будут предоставлены ответчиками, четко есть пункты, у меня по этому поводу будет потом ходатайство, чтобы привлечь в качестве представителя ответчика ура.ру именно главного редактора. Об этом сказано, что интересы СМИ ура.ру в судах в том числе представляет именно главный редактор. То есть это в соответствии с уставом СМИ. Но это потом обсудим. Хорошо. На данной стадии больше нет движения пояски? Нет. Нет. Ходатайство, слушаю, ваше. С какого вы начнете? Скажите еще, пожалуйста, с карнаточкой, вы получали ходатайство? Да, уже сегодня ночью я пытался ознакомиться, очень много, потихонечку познакомлюсь. Хорошо. Вы с какого желаете начать поговорить? Я хочу заявить... Подожди, Ларис, я услышал, я прочитал. Я хочу заявить моим защитником, представителем Петрова Виктора Михайловича, который присутствует в ЗАЭ. У вас документы имеются? Покажите, пожалуйста. Судцель счастья на месте определил ходатайство предотвратить и допустить в качестве представителя Петрова Виктора Михайловича. Благодарствую. Я хочу первым делом заявить ходатайство о видеофиксации, а потом предоставлю слово Виктору Михайловичу. Хорошо. У меня ходатайство о видеофиксации. Номер документа 1.1. Так, так, так. Ну, не буду отнимать у вас время, зачитаю основные моменты. По аналогии права и в соответствии с частью 54 статьи 5 УПК РФ судья это должностное лицо, уполномоченное совершать правосудие. В соответствии с частью 1 статьи 8 ГПК РФ при осуществлении правосудия судья независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и Федеральному закону. Должностные лица бывают категорически против видеофиксации по закону права на подобный запрет у них нет. Должностных лиц, находящихся при исполнении фотографировать и фиксировать на видео можно беспрепятственно. Дальше идет перечисление статьи Конституции, которая разрешает видеофиксацию. статья 152.1 ГК РФ указывает, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускается только в согласии этого гражданина. Это та статья, на которой ссылались два адвоката представителя ответчика. Такого согласия не требуется, вот они молчали об этом дальше по тексту из статьи 152.1 ГПК РФ такого согласия не требуется, в частности, когда использование изображения осуществляется в государственных, общественных и иных публичных интересах. Дело касается всех живых человеков, всего живого человечества. И это общественное дело. Я на этом настаиваю. Одиннадцатое. В соответствии с частью 25 постановления Пленного Верховного Суда РФ 15.06.2010 номер 16 редакция от 09.02.2012 о практике применения судами Закона РФ о средствах массовой информации к общественным интересам следует относить потребность общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и гражданскому обществу и общественной безопасности. Я напомню, что Картий Евгений Николаевич кидался телефоном в помощника суди, чуть не попал. Это про общественную безопасность. Двенадцатая целью обнародования использования изображения лиц участвующих в деле не является удовлетворением обывательского интереса к их частной жизни и не является извлечением прибыли в каком-либо виде. В таких случаях согласие лиц не требуется в соответствии с частью 244 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 23.06.2015 номер 25 о применении судами некоторых положений раздела первой части первой гражданского кодекса Российской Федерации. Тринадцатая Видеофиксация лиц участвующих в деле и их действия не являются основным объектом исследования. Четырнадцатая Принимаем во внимание что дело которое рассматривается в открытом режиме касается каждого живого человека в том числе всех кто у вас там присутствует у нас и вообще на всей земле Ведение видеозаписи имеет существенное значение для правильного и объективного разрешения дела носит общественный интерес то есть реализует потребности права общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и гражданскому обществу и общественной безопасности в том числе для фиксации на видео действий бездействий с признаками дискриминации например предоставление стола и стульев стороне ответчиков и непредоставление стола и стульев представителю ИСЦА а также для фиксации нарушения судьи секретаря которые не устанавливают явку явившихся слушателей именно со стороны ИСЦА а также для фиксации несоблюдения правил утвержденных постановлением 22.03.1993 года номер 4656-1 президиума Верховного Совета Российской Федерации об утверждении описания образца мантии судей Российской Федерации а именно у женщин в черной мантии зачастую отсутствует жабо это вот белый воротничок зачастую в черных мантии отсутствуют белые манжеты отсутствуют пуговицы на воротнике и так далее а также фиксация неуважительного поведения представителя ответчиков которые сидят прямо напротив судей спиной к ИСЦУ уже которое заседание вот как раз наверное заседание это ходатайство будет чтобы развернуть столы ну что это такое почему я в спину постоянно людям смотрю мне неинтересно чьи-то залысины рассматривать так а также для фиксации подрыва так 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 разговаривать иногда подождите вот а также для фиксации неуважительного поведения представителя ответчиков которые сидят прямо напротив судей спиной к ИСЦУ и разговаривают иногда не вставая а также для фиксации преступления против человечества без срока данности а также для фиксации подрыва конституционного строя со стороны ответчиков а именно высшего ценности в соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации то есть каждого живого человека записали сектанты еще и против воли назначили каждому живому человека лидера с возможным лечением в ПНД а также с целью фиксации возможных правонарушений и преступлений со стороны ответчика Карча Евгения Николаевича который уже произносил в здании суда нецензурное слово на букву Б не буду уточнять какое там мягкий знак на конце и кидался телефоном из ЦА помощника суди Сургутского городского суда а также для реализации права на защиту и права на обжалование и с целью сбора видеодоказательств в виде непрерывного видеопротокола заявитель требует снять запрет если он есть на ведение видеозаписи процесса в полном объеме разрешить ввести видеозапись всего процесса судебного заседания в полном объеме посредством мобильных телефонов планшета и ноутбука шестнадцатая данные ходатайства рассмотрения немедленно в случае отказа в удовлетворении или частичного удовлетворения немедленно было вынесено письменное мотивированное определение с отражением разъяснения часть 1 статьи 224 ГПК РФ семнадцатая копия данного определения немедленно направить по электронному адресу так anbiliumgmail.com сразу после его вынесения а также в письменном виде по адресу город Сургут проспекта Саморский 21.16 восемнадцатая трек-номер эквитанцию в отправке определения приобщить к материалам дела и приобщить и сообщить ИСУ трек-номер девятнадцатый данный документ приобщить к материалам дела в качестве письменных доказательств в полном объеме данный документ был подан через систему Газправосудия вчера и отправлен на электронные адреса ответчиков все обсуждается решение вопроса угрожатый стец следите пожалуйста в чем публичный общественный интерес следящего дела как вы записали вы как представитель ответчика да вот как же Евгений Николаевич не посовещавшись ни с кем не получив согласия на это да там какое-то письменное или устное согласие записал всех и каждого в сектанты живых человек вот всех кто себя считает человеком а у нас в конституции написано что высшей ценностью является именно человек и его права и свободы то есть каждый человек его просто обозвали сектантом и назначили лидера какого-то якобы психически больного это касается каждого это не то что общественность это просто не просто какие-то там ну как сказать определенные общественные группы касается это касается всего сообщества в том числе и вас если вы считаете себя человеком я понял и следующий у меня вопрос скажите пожалуйста вы на своем канале ютуб канале размещаете видеоизображение в суде процесса в котором вы участвуете принцесса не дели вы утверждаете что это мой ютуб канал я задаю вопрос я не понимаю ваш вопрос где доказательство что это мой мой ютуб канал хорошо я сейчас высказался так первое дождите давайте мы представим прощение чтобы порядок в общем я полностью поддерживаю и считаю что вот на самом деле все человечество занесли вот в септанты получается так я не считаю себя ну фотофиксацией а фотофиксация фотофиксация да вот поэтому чтобы все были нарушения зафиксированы в этом случае или не нарушения я считаю что видеофиксация должна вестись да я поддерживал хозяйство истца и считаю разрешить не препятствовать ведение видеозаписи открытого судебного заседания дополнительно конечно требуем развернусь чтобы мы сидели не спиной к исту а хотя бы боком чтобы было видно и судью и нашего истца да уважаемый суд при рассмотрении нашего хозяйства я прошу вас участников посмотреть телефон могу подойти и показать что вы хотите показывать сайт в сети интернет свободный взор на защите прав и свобод где размещена фотография у нас истца дальше расположены видео и фото коллажи с использованием публичных лиц государственных судей прокуроров участников процесса теперь я считаю что настоящее дело не имеет никакой общественной или публичный интерес это дело касается только истца и соответственно тех отречек которые предусмотрены средства информации никак не освещается никакого интереса общественного дела нет это банальное дело защиты чести и достоинства второй момент что касается ИС-151 и 152.1 запрета который ранее был в суде в публичном месте то изображение гражданина не может быть использована если оно является основным объектом использования то есть я лично возражаю чтобы меня в судебном процессе снимали потом размещали в сети интернет в коллажах еще в каких-то видеоролик на видеосъемке он действительно был предусмотрен статья 10-й гражданского процесса кодекса это норма специально по отношению к гражданскому кодексу и разрешение на съемку зависит от усмотрения суда в данном случае я прошу не снимать данный запрет и рассматривать дело без видеосъемки в судебном заседании представители са как истец может фиксировать аудиозапись так и письменно в ход судебного заседания более того ведется протокол и является гарантией соблюдение прав лиц участвующих в деле кому предоставлен кому высказан а сейчас фиксируется в аудиопротоколе уже вы хотите добавить я хочу задать вопрос представителю ответчика вы считаете себя человеком? я не буду отвечать на этот вопрос тогда следует второй вопрос вы считаете что данное дело каким-либо образом касается вас? вас лично? меня касается поскольку я являюсь представителем ответчика я уже высказал свою позицию если вы плохо слышите как должностное лицо? остри на меня как на должностное лицо? я не являюсь должностным лицом я являюсь адвокатом не должностное лицо а адвокат это кто? почитайте закон лицо нет я хочу добавить да пояснить что я никогда никого не снимал и снимать не собираюсь. Я таким вообще не занимаюсь. И людей я никогда не снимал. Я хочу производить видеофиксацию. И основным объектом представитель ответчика не будет являться. Благодарствую. Соцсовещательный миссия определил соответствие с частью 7-го статьи 10-го Гражданского процессуального кодекса основанием для разрешения видеофиксации судебного заседания с учетом возражений с другой стороны. При этом суд обращает внимание, что аудиосексация видеофиксации протокола судебного заседания. Второй стороны личные права. Письмо выделить, помощь аудиозайцев также проводить фиксацию судебного заседания. Дальше ходатайство. Сейчас у меня будет возражение. Сейчас буквально минутку. Сейчас отправлю. У меня ходатайство есть. Хотелось бы, чтобы мы развернули стол. И мы могли бы обозревать экран всех участников. Нам неудобно сидеть спиной к нашему столу. К сожалению, я не занимаюсь организацией подсказки. Мы сами можем подвинуть стол и развернуть его. Если хотите, двигайтесь. Сейчас буквально секунду. Вы задерживаете, пожалуйста, давайте. Уже перейдем тогда к следующему ходатайству. Все, я отправил. Так, у меня возражение. Возражение относительно действий председательствующего. Документ номер 1.2. Так, второе. В ходе судебного разбирательства, проведенного 30 июня 2023 года, заявитель огласил и подал в Ленинский районный суд города Екатеринбург ходатайство о введении видеофиксации. Далее ходатайство. Третье. В поданном ходатайстве заявитель поставил перед Тихоновой ОА вопрос об отсутствии материалах искового производства по гражданскому делу, подтверждающих запрет или ограничение видеофиксации. И заявил требование ознакомить заявителя с этими документами. На случай их отсутствия в материалах дела 2.28.38 признать их отсутствие и вынести соответствующее определение в порядке, установленном статьями 12.224 и 225. 4. Тихонову отказалось оказать заявителю содействие в реализации конституционных прав, предусмотренных частью 2, статьи 24 и частью 3, статьи 56 Конституции Российской Федерации. А именно ознакомить с документами и материалами непосредственно задрагивающими права и свободы заявителя. При этом некая Тихонова не исследовала материалы дела 22.38, а также не совершила действий направленных на установление фактов наличия либо отсутствия в этих материалах дела документов, подтверждающих запрет или ограничение видеофиксации. Шестое. Такие действия Тихоновой совершены ею с нарушением требований, установленных частью 2, статьи 12, статьями 14, 55, 59, 60, 67, 157, 181, 195-198, 224, 225 ГПК РФ и свидетельствуют о доказании указанным лицом противодействия заявителю в реализации его процессуальных и конституционных прав, гарантированных частью 2, статьи 24 и частью 3, статьи 56 ГПК РФ и статьями 12, 35 ГПК РФ свидетельствуют о создании Тихоновой препятствий для полного и всестороннего исследования доказательств установления фактических обстоятельств, связанных с запретом или ограничением видеофиксации и правильного применения законодательства при рассмотрении разрешения этого гражданского дела. Заявитель возражает относительные действия председательствующего и руководствуясь с требованиями, указанными в части 2, статьи 12, статьями 14, 35, части 2, статьи 156 ГПК РФ заявитель требует принять к рассмотрению настоящее возражение относительно действий председательствующего, внести в протокол судебное заседание в полном объеме содержание настоящих возражений относительно действий председательствующего. Десятое. Тихонового руководствуясь с требованиями, указанными в части 2, статьи 12 и части 2, статьи 156 ГПК РФ дать и разъяснения относительно своих действий, в которых указать мотивы конкретной статьи и законы, конкретной статьи из Конституции Российской Федерации, руководствуясь которыми она приняла решение противодействовать и отказать в реализации процессуальных и конституционных прав, гарантированных заявителю пунктом 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы заявителя по вопросу запрета или ограничения видеофиксации. 11. Содержание разъяснений Тихоновой относительно своих действий при разъяснении вопросов, поставленных заявителем в данном возражении относительно действий председательствующего, внести в протокол судебного заседания в полном объеме. 12. Настоящее возражение относительно действий председательствующего, приобщить к материалам дела в полном объеме, как доказательство совершения заявителем действий, направленных на обеспечение своих прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации, и федеральными законами. У нас что получается? Конституция все, не работает? У вас там тоже как это, как заявила мне начальник КОДИРУ МВД России по городу Сургут, якобы у них там конституция на территории не действует. У вас тоже режим, да? Конституция... Скажите, пожалуйста, вы отвод заявляете? Вы отвод судебный правил? Нет. Это документ называется возражение относительно действий председательствующего. Еще раз зачитать. Не надо. Уважаемый стец, скажите, пожалуйста, а в письменном виде документ есть? Направлен или вы сейчас огласили его? Я вот как раз паузу брал, чтобы направить через ГАЗ правосудие и вам на электронную почту. Нет, просто у меня вопрос, зачем я его заносить в протокол, если вы пишите? Зачем протокол-то тех заносить, если вы направили... В письменном. Вам не ясно, записали его. И что? А протокол должен... Протокол по закону, протокол должен соответствовать действительности. Что происходило, то и в протоколе должно быть отображено. В чем вопрос? Понятно. Так я требую разъяснений, на каком основании, на основании каких статей Конституции вы нарушили мои конституционные права? Суд не усмотрел основания для разрешения видеофиксации судебного заседания в соответствии с частью 57-50-х гражданского республики. Разъясните, пожалуйста, я имею право в соответствии с частью 4-й статьи 29 свободно искать, получать и информацию. Да или нет? Вы же знаете свои права, вы сейчас как-то не говорите. Давайте продолжим судебное заседание задерживать. Пожалуйста, дальше ходатайство, какие какое вы заявляете? Я не получил разъяснений, вы не ответили на вопрос, да или нет? Я вам разъяснила, я вам разъяснила в соответствии с частью 70-й гражданского процессуального кодекса. Я ставлю вопрос перед судом, Конституция Российской Федерации действует в суде? Вы не имеете права задавать вопросы суду. Я не задаю вопрос. Я не будем порядок задавать. Я не задаю вопрос, я ставлю вопрос перед судом, выношу на рассмотрение. Я вам все сказала, давайте продолжать судебное заседание. То есть Конституция, я делаю... Следующий вывод. Я делаю вывод, что Конституция Российской Федерации не действует. И вы не руководствуетесь Конституцией Российской Федерации. Благодарю. Это ваш вывод, вы имеете права? Вы трижды отказались отвечать действию Конституции... Действует Конституция Российской Федерации в суде или нет? Я вам трижды разъяснила, когда ты сказал, что какой вы заявляете? Сейчас, секунду. Так, может это у представителей будет? А, вы хотели доверенность ответчика это истребовать? Виктор, истребуй, пожалуйста. Да, то есть я ставлю председательство о том, чтобы нам ознакомиться с доверенностью данного лица, который здесь присутствует. То есть мы хотели обозреть, что за доверенность, кем подписано, какие полномочия там перечислены в доверенности. Мы хотели бы ознакомиться. Нет, нет, куда вы понесли документ. То есть я должен... А здесь что мы можем? Тогда дочитай его доверенность. Тогда читай вслух, да. Чтобы остальные участники были услышаны. Можете сфотографировать? Можете, да? Сюда сфотографируем. Где это копия? Ну, у ИСЦА, наверное, копий-то ведь нету? Копий-то нету? Не-не, дело в том, что я оригинал не видел. Слечите, пожалуйста, копию в материалах дела с оригиналом. Ну, тут я не могу пока копию. Тут только указана одна копия и оригинал. А копия кем-то заверена? Нет, копии не заверены никем. Среди черно-белой. То есть есть доверенность, которая подписана. Могут ждать? Да. Зачитай, пожалуйста, вслух и сидит. Ну, копию разрешили забрать. Ну, зачитай все равно, чтобы... Зачитай. Затите уже на секунду. Подательство следующее, какое у вас? Я хочу уточнить. На копии доверенности есть отметки. Копия верна. Стоит ли подпись в виде собственной наручной фамилии, заверяющей копию? И есть ли отметка, где хранится оригинал? Нет, нету. Здесь просто поставлена печать. Просто поставлена печать, подпись. Черная печать. Это на копии. Хотя должна быть печать сверху, которая должна гласить о том, что копия верна. И заверена еще дополнительно синей печатью. Это закон. Так, я, значит, возражаю. Тут указано, смотрите, значит, доверенности 15 июля 2020 года. А срок действия доверенности 3 года. То есть с 20 по 23 года, 15 июля, у них только кончается срок действия доверенности. Я просто уточняю для ИСЦА. На данный момент действует? 15 июля кончается срок действия доверенности. У Бабикова Павла Сибиревича. От вашего датчика еще поступили в большом количестве. Какое следующее? Об уточнении размера с твоих требованиями. Вы с отречкой сможете привлечь. Истребовать доказательства. Приобщи. Я хочу истребовать, исключить доверенность, заверенную ненадлежащим образом и не имеющую юридическую силу. Признаки я назвал. Признаки я назвал. Копия верна, надпись отсутствует. Подпись, заверяющая, то есть собственноручно написанная фамилия, отсутствует. Где хранится оригинал, сведения отсутствуют. Печати нет, заверяющая подпись. В принципе, достаточно признаков, чтобы исключить данную доверенность и отказать представителю-ответчика представление интересов. Поддерживаю полностью. Да, дадим искусство. Я регионал доверенности поставил, представление первого оригинального. Дальше хозяйство. А это разве доверенность от адвоката? Это доверенность, насколько я помню, представлять интересы Карчи вроде. Там доверенность от кого-кому? Доверенность о себе скурась, как обманешься. От Карча есть ордер. А доверенность у СУНК, как адвокату предоставлена или просто физическому лицу? Адвокату. А зачем тогда доверенность, если ордер есть? Так, у меня заявление об отводе в суде. Так, второе. В ходе судебного разбирательства, проведенного 30 июня 2023 года, заявитель огласил и подал в Ленинский районный суд города Екатеринбург ходатайство о введении видеофиксации. Далее ходатайство. В данном ходатайстве заявитель поставил перед Тихоновой ОА вопрос об отсутствии в материалах искового производства по гражданским документам, подтверждающих запрет или ограничение видеофиксации. И заявил требование ознакомить заявителя с этими документами, а в случае их отсутствия в материалах дела, признать их отсутствие и вынести соответствующее определение в порядке, установленными статьями 12, 224 и 225 ГБК РФ. В четвертое. Некая Тихонова отказалась оказывать заявителю содействию в реализации конституционных прав, предусмотренных частью 2 статьи 24 и частью 3 статьи 56 ГБК РФ и отказалась отвечать на вопрос, действует ли Конституция в суде Российской Федерации. А именно ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы заявителя. Пятое. Заявитель подал в Ленинский районный суд города Екатеринбург в писанном виде, огласил внушно возражение относительно действий председательствующего. Шесть. Возражение относительно действий председательствующего. Некая Тихонова также проигнорировала, оставив вопросы, поставленные перед ней заявителем, без рассмотрения и разрешения. И уклонилась от ответов. Седьмое. При указанных обстоятельствах заявитель в праве признать такие действия Тихонова и ОА, направленными на оказание заявителю, как равноправному участнику гражданских правотношений, противодействию в реализации прав, создание заявителю препятствий для полного и всестороннего исследования, доказательств и правильного рассмотрения и разрешения настоящего гражданского дела с участием заявителя. Восьмое. Данные обстоятельства вызвали у заявителя сомнения в независимости, объективности и беспристрастности Тихонова и ОА, который уже был отказан в доверии и заявлено о бесчестии, а также, учитывая все предыдущие действия и бездействия Тихоновой, заявитель оценивает ее действия и бездействия как личную, прямую и косвенную заинтересованность в исходе дела. Девятое. 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 Тихонова ОА представила лицам, участвующим в деле, свои разъяснения процессуальных прав и обязанностей, в которых сообщила им о необходимости добросовестно пользоваться своими правами и использовать процессуальные обязанности. 3. Руководствуясь разъяснениями Тихоновой ОАА, заявитель добросовестно ознакомился с материалами дела и исследовал и оценил по правилам, установленным статьями 12, 55, 59, 60, 67, 157, 195, 196, 197, 198, 225 ГБК РФ. Относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности и их достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 4. В результате исследований и оценки всех имеющихся в материалах дела доказательств заявитель пришел к выводу о том, что в Ленинском районном суде города Екатеринбург с большой долей вероятности сложилась и действует хорошо организованная группа лиц, которая фальсифицирует доказательства и использует свое должностное положение вопреки интересам общества и государства в коммерческих и иных интересах неких юридических лиц. 5. В материалах дела заявитель не обнаружил документов, подтверждающих формирование состава суда для рассмотрения гражданского дела. 6. С участием Антона Николаевича Булгакова, ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», информационно-литическое агентство «Урад.ру» и Карча Евгений Николаевич. 6. Материалы и документы, подтверждающие формирование состава суда для рассмотрения гражданского дела номер 2238-2023, непосредственно затрагивают права и свободы заявителя, что возлагает на заявителя обязанность заявить требования о незамедлительном ознакомлении заявителя с такими материалами и документами. 7. Отсутствие материалах дела 2-2238-2023. 7. Таких документов свидетельствует, скорее всего, о том, что состав суда для рассмотрения дела до настоящего времени не сформирован. 8. Рассмотрение Тихоновой ООА указанного дела осуществляется самоуправно с целью отказать ИСУ в защите чести и достоинства, с целью обеспечить признание законными действиями, с целью обеспечить неосновательное обогащение ООО «Сибирская уральская медикампания» информационно-аналитического агентства «Ура.ру» и «Карсия Евгения Николаевича», и с целью совершить преступления против всего человечества, не имеющего срока в давности, путем фальсификации подлога процессуальных документов. 8. С целью установить обстоятельства, связанные с формированием состава суда для рассмотрения гражданского дела и руководствуясь требованиями, указанными в статьях 2, 12, 14, 15, 55, 59, 60, 67, 157, 181, 195-198, 224, 225, 228-230 ГПК РФ, заявитель требует 9. Принять к рассмотрению настоящее заявление об оказании заявителю содействия в реализации процессуальных и конституционных прав. 10. Внести в протокол судебного заседания в полном объеме содержание настоящего заявления об оказании заявителю содействия в реализации процессуальных и конституционных прав. 11. Проверить материалы дела 2-2238-2023 и в случае обнаружения Тихоновой ОАА в указанных материалах дела документов, подтверждающих формирование состава суда для рассмотрения гражданского дела, 12. Огласить в судебном заседании сведения о месте размещения таких документов в материалах дела, предъявить эти документы заявителю и представителю истца для ознакомления с их содержанием и самостоятельного копирования. 12. В случае обнаружения Тихоновой ОАА отсутствия в указанных материалах документов, подтверждающих формирование состава суда для рассмотрения гражданского дела, признать факт отсутствия в материалах дела документов, подтверждающих состав суда для рассмотрения гражданского дела. 13. По результатам рассмотрения и разрешения вопросов, поставленных заявителем в настоящем ходатайстве, об оказании содействия в реализации процессуальных и конституционных прав, вынести соответствующее письменное определение в порядке, установленном статьями 12-224-225 ГПК РФ, которое гласит немедленно после его вынесения. 14. Настоящее заявление об оказании заявителю содействия в реализации процессуальных и конституционных прав, приобщить к материалам дела в полном объеме. Данное ходатайство об оказании содействия в реализации процессуальных и конституционных прав было направлено 5 минут назад через систему ГАЗ-правосудия и на электронные адреса ответчиков. Благодарствую. Поддерживаю. Да, поддерживаю. Несколько я понял, как представитель листа, ознакомиться с материалами дела и с материалами дела, если принять и производство, или суде принятия слова заявления производства суда. Соответственно, здесь у гражданства специально находится нарушение профессионального законодательства, я не усматриваю. Ну, и кроме того, я считаю, опять же, что в данном ходатайстве есть прилетало отношения к суде, так как председательствующий отменяется в совершении преступления, также мы просим права на действия. Также, состоясь с частью 3-й 200-й, для БК РФ, прошу править сообщение следственного отдела, следственное отдел по Ленинскому выгоду Екатеринбурга, так как мы считаем, что в действии к ИСА также осматриваются признаки преступления, приведута в отношении судей. Спасибо. На финал. Ваше ходатайство об оказании содействия реализации профессуальных позиционных прав будет приобщено к материалам дела. К материалам дела имеется определение принятия исполнительного производства, состав судата на оглашение. Ужатки к профессуальным кодексам имеют требования, подтверждающие состав судата для размещения материала дела не предусмотрены. Следующее ходатайство. Какой вопрос? Сейчас, секунду. А вы мнение представителей ИСА выслушали? Я вас выслушал, да. Они поддержали вас. 1.13. Сейчас, секундочку. Так, следующее ходатайство. Подождите, а вы сказали, есть документ, да, подтверждающий сформирование... Есть определение о принятии искомого заявления в производстве. А это и есть документ, который подтверждает формирование состава суда? Ваш иск принят в производство судьи Тихонова. Состав суда на оглашен судебное заседание. Водов основания для отводов. Как вы сказали? Я хочу узнать, какой именно документ, номер тома и лист дела, в котором определено формирование состава суда. Я вам все сказала. Продолжайте судебное заседание. Ходатайство дальше и у вас. Отказываетесь, да, сообщить? То есть материалов дела отсутствует? Да. Я бы назвала, что есть определение о принятии искомого заявления в государственном деле. Принятие вашего листа в производстве. Есть дело один, том один. Дальше. Ходатайство. Мне до сих пор ясно. Именно в этом определении формируется состав суда. Правильно? Я вам сказала, что третьим судебным актом принят ваш иск в производстве Ленинского района суда судьей Тихоновой. Это я услышал. Я хочу услышать, каким документом формируется состав суда. Дальше. Ходатайство. Какое это вы знаете? Благодарствую. Молчание – самый честный ответ. Документ номер 1.10. Ходатайство об истреблении доказательств. Второе. В строгом соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации. Третье. По аналогии права и в соответствии с частью 54 статьи 5 УПК РФ судья – это должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие. Четвертое. В соответствии с частью 1 статьи 8 ГПК РФ при осуществлении правосудия, судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. Не сказано какому. Так, пятое. В соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации органы государственной власти и органы местного соуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. В соответствии с частью 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации, не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьей 24 КРФ. 7. Руководствуясь статьями частью 2 статьи 24, частью 3 статьи 56, частью 4 статьи 29 КРФ и статьей 35 пунктом 6 статьи 167 ГПК РФ, заявитель требует... 8. В соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации, частью 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации предоставить следующие оригиналы документов для свечения с копией и копией этих документов, заверенной надлежащим образом на имя Тихонова Ольга Анатольевна и Иванова Ольга Анатольевна. 8.1. Документ, подтверждающий факт рождения, дату, место и страну рождения, а соответственно и приобретение гражданства страны по рождению на территории этой страны. 8.2. Документ, удостоверяющий личность, военный билет, номер, дата выдачи документа, кем выдан документ с указанием, когда командированный из СССР в Российскую Федерацию. 8.3. Документ, удостоверяющий личность, паспорт СССР в случае рождения на территории СССР. 8.4. Документ, удостоверяющий личность, паспорт Российской Федерации или иной основной документ, содержащий указания на гражданство лица и на его приобретение этого гражданства. 8.5. Документ, подтверждающий выход из гражданства СССР. 8.6. Документ, подтверждающий утрату, кражу, замену, потерю, порчу или уничтожение паспорта СССР. 8.7. Документ о приобретении гражданства Российской Федерации согласно всей процедуре принятия гражданства. В основании статья 119 Конституции Российской Федерации судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет. Ну, я думаю, вам больше 25 лет, и вы наверняка в Советском Союзе родились. Закон о статусе судей в Российской Федерации. Статья 4. Требования, предъявляемые кандидатом на должность судьи. 1. Судья может быть гражданин Российской Федерации, а также на основании статьи 349.6 Трудового кодекса Российской Федерации. 8.8. Приказ о назначении судьи Тихоновой ОА или Ивановой ОА с указанием полностью фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места и даты рождения и срок его действия, подписанный личной живой подписью, собственноручно написанной фамилией, статья 19 ГК РФ, заверенной мокрой печатью. По идее, президент должен подписать живой подписью и заверить печатью. 8.9. Свидетельство о браке или иной документ, доказывающий смену фамилии Иванова на Тихонову. Что там опять? 8.10. Служебное удостоверение судьи. Основание. Положение порядка выдачи удостоверения судьи судьям. Первое удостоверение судьи судьям подписывается президентом Российской Федерации. 8.11. Отличительный знак должности судьи в соответствии с частью 2 статьи 34 ФКЗ о судебной системе Российской Федерации от 31 декабря 1996 года при осуществлении правосудия судьи заседают в мантии, либо имея другой отличительный знак своей должности. Я смотрел в интернете, это такая, какой-то типа, как у полицейских, значки висят, но вот на цепи некоторые судьи используют в разных странах. В России тоже такое применялось. Ну я, правда, ни разу не видел. Но я думаю, вы и этот знак вряд ли предоставите. 8.12. Документ, подтверждающий, что черная мантия, одетая на Тихонову ОА, была выдана именно Тихоновой ОА, и носить ее при осуществлении правосудия имеет право только Тихонова ОА. 8.13. Доверенность от председателя Верховного Суда на право общения с третьими лицами, не являющимися сотрудниками судебной системы Российской Федерации. На основании статьи 183 ГК РФ, основание статьи 126 Конституции Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешающим разрешение экономических споров, уголовных, административным и иным делам, подсудимым, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным Конституционным Законом, осуществляет предусмотренным Федеральным Законом в процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснение по вопросам судебной практики. 8.14. Документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования, основание статьи 4 Закона о статусе судей в Российской Федерации, требование, предъявляемое кандидатом на должность судьи. Судьей может быть гражданин Российской Федерации 1, имеющий высшее юридическое образование по специальности юриспруденция, или высшее образование по направлению подготовки юриспруденции, квалификация в скобках степени магистр, при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки юриспруденции. 8.15. Документ, подтверждающий наличие стажа работы по юридической профессии не менее 5 лет. Основание статьи 119 КРФ судьями могут быть граждане Российской Федерации, имеющие стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет. 8.16. Документ, подтверждающий принятие присяги судьи. Аудиозапись, либо видео, фото, я считаю, недостаточно, когда вы держите, вот некоторые фотографии есть на сайте суда, что вы держите присягу в руках, и там уже стоит закорючка. Я считаю, это надо на видео, вот это торжественное принятие клятвы на видео снимать и размещать для всех. 8.17. Приказы принятия в штат Ленинского районного суда города Екатеринбург. 8.18. Справки о здоровье, вменяемости и полной дееспособности. Основание статьи А4 Закона о статусе судей в Российской Федерации, требования, предъявляемые кандидатом на должность судьи. Первое. Судьи может быть гражданин Российской Федерации. Четвертое. Не признанный судом, недееспособным или ограниченно дееспособным. Пятое. Не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств, не имеющих иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи. Я чуть позже предоставлю такие справки от психиатра и от психиатра-нарколога. У меня есть такие. А у вас? 8.19. Справка об отсутствии постановки на учет у врача-психиатра в психоневрологическом диспансере. Основание. Статья 4. Закон о статусе судьи в Российской Федерации. Требование, предъявляемое кандидатом на должность судьи. 1. Судьей может быть гражданин Российской Федерации под пункт 5. Не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. 8.20. Справка об отсутствии постановки на учет у врача-психиатра-нарколога в наркологическом диспансере. Основание. Закон о статусе судьи в Российской Федерации. Требование, предъявляемое кандидатом на должность судьи. 1. Судьей может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий или не имевший судимости, либо уголовного преследования, в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям. Так. 8.22. А, вот как раз по поводу судимости. Тоже есть справка. Характеристическая от участкового. Не судим ни разу. А у вас есть такая справка? 8.22. Справка об отсутствии гражданства иностранного государства, например, СССР. Дело в том, что я знаю, что некоторые судьи до сих пор не сдали паспорта СССР и, по сути, имеют двойное гражданство. Так. Основание. Статья 4. Закон о статусе судей в Российской Федерации. Требование, предъявляемое кандидатом на должность судьи. 1. Судьей может быть гражданин Российской Федерации. 3. Не имеющий гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданин Российской Федерации на территории иностранного государства. 9. В соответствии с частью 2 статьи 24 Конститута Российской Федерации и частью 3 статьи 56 Конститута Российской Федерации предоставить следующий оригинал документов для сличения скопии и копии этих документов, заверенных надлежащим образом. 9. Документы удостоверяющие личность. 9.2. Удостоверение секретаря. 9.3. Срочный служебный контракт на должность секретаря. 10. Передать для рассмотрения судьи, рассмотреть и принять решение по данному ходатайству об истреблении доказательств, вынести соответствующее определение с отражением в нем реквизитов, перечисленных к статье 225 ГПК РФ. 11. Определение вынесения по результатам рассмотрения разрешения данного ходатайства об истреблении доказательств незамедлительно направить и суд, в том числе в электронном виде, на почту, реквизиты, которые указаны в настоящем ходатайстве. 12. Настоящее ходатайство об истреблении доказательств приобщить к материалам дела в полном объеме. Данное ходатайство было об истреблении доказательств было направлено вчера в 23.00 через систему газправосудия и на электронный адрес ответчиков. Благодарствую. Данное суд не нужно основать для удовлетворения, так как эти документы об истреблении входит в предмет доказывания. Данное ходатайство об истреблении доказательств, которое указано на данное ходатайство об истреблении доказательств. А я возражаю, я в качестве основания назвал именно Конституцию, а не гражданство об истреблении. Так, я извиняюсь, поправочка, кто там кашляет? Закрывайте, пожалуйста, микрофон рукой. Я кашляю. А, вы? Я кашляю, да. Ага. А можно попросить вас? Ага. Что, не кашляй? Ну, это невозможно, я предполагаю. Я вас попрошу закрывать микрофон рукой в случае кашляния. Я не кашляю. У меня сейчас тоже началось. Ну, что вы, вы-то только не кашляете. Интересная тема поднялась. Я все понимаю, интересная тема поднимается, поэтому... Да, 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 вот... Да, звук забивается, все ясно. Я хочу возразить, дело в том, что я не ссылался на гражданско-процессуальный кодекс. Вы обязаны руководствоваться, в первую очередь, Конституцией. Я уже несколько раз назвал основания. Часть 2 статьи 24 и часть 3 статьи 56, в соответствии с которой не подлежит никакому ограничению. А вы меня в данный момент ограничиваете в ознакомлении с данными документами. Понятно. Я вам ответила на ваше ходатайство. Все это занесено вам по присутствию вашей присутствии. Дальше ходатайство. Какое заявление? А я что-то мнения ответчиков не слышал. Они возражали, нет? Возражали. Что-то я уже сам начал кашлять. Так, ходатайство. Об оказании содействия... Да что ж такое-то? Водички. Ходатайство об оказании... Нет, просто мне потом трудно будет собственные протоколы составлять письменные на основании аудиозаписи. Мне создают препятствия. Какие препятствия? Я сейчас не кашляю. Я же во время того, как кашляю, ничего не говорила. Я же кашляю. Так, ходатайство об оказании содействия в реализации конституционных прав, а не гражданской процессуальной. Так, первое. 17.04.2023 и 18.05.2023 неустановленные лица, которые представились как судья Тихонова ООА и секретарь Гераскина АЭ, многократно отказались предоставить какие-либо документы, подтверждающие их личность, должность и полномочия, и документы, доказывающие формирование состава суда. Тем самым многократно, то есть умышленно, как возможные должностные лица нарушили конституционные права заявителя, предусмотренные частью 2 статьи 24 и частью 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации. Далее КРФ. Второе. С целью установить обстоятельства, связанные с установлением личности, должности и полномочий, судьи Тихоновой и секретаря Гераскина АЭ с целью установить обстоятельства, связанные с формированием состава суда и для рассмотрения гражданского дела, руководствующих требованиями, указанными в статьях 2, 12, 14, 55, 59, 60, 67, 157, 181, 195-198, 224, 225, 228-230 ГПК РФ. Заявитель требует принять к рассмотрению настоящее заявление об оказании содействия в реализации конституционных прав. 4. Внести в протокол судебное заседание в полном объеме содержание настоящего заявления о показании содействия в реализации конституционных прав. 5. Проверить материалы рискового производства по делу 2-22-38 в случае обнаружения Тихоновой в указанных материалах документов, подтверждающих личность, должность и полномочия судей Тихоновой ОА и секретаря Гераскины АЭ и формирования состава суда для рассмотрения гражданского дела, огласить в судебном заседании сведения о месте размещения таких документов в материалах дела, предъявить эти документы заявителю для ознакомления с их содержанием и самостоятельного копирования. 6. В случае обнаружения Тихоновой ОА отсутствия в материалах дела документов, подтверждающих личность, должность и полномочия судей Тихоновой ОА и секретаря Гераскины АЭ и формирования состава суда, признать факт отсутствия в материалах искового производства по делу документов, подтверждающих личность, должность и полномочия судьи Тихоновой ОА и секретаря Гераскины АЭ и формирования состава суда для рассмотрения гражданского дела. 7. По результатам рассмотрения и разрешения вопросов, поставленных заявителем в настоящем заявлении об оказании содействия в реализации конституционных прав, вынести соответствующее определение в порядке, установленном статьями 12.224-225 ГПК РФ, которое огласить незамедлительно после его вынесения. 8. Настоящее заявление об оказании содействия в реализации конституционных прав приобщить к материалам дела. Данное ходатайство об оказании содействия в реализации конституционных прав было направлено 5 минут назад через систему Газправосудия в Ленинский районный суд города Екатеринбург и на электронные адреса ответчиков. Благодарствую. Благодарствую. Учитывается ходатайство. Поддержим, поддержим. Считаем обоснованным. Тут совещаясь на месте определенное удовольствие отказать. Ваше ходатайство, когда конституционный данный год передаст, будет приобщено к материалам дела. Дальше ходатайство какое у вас? А оно еще не передали, не передали его, да, получается? Вы же сказали, вы 5 минут назад отправили. У нас даже так электронная почта быстро не работает. А давайте сделаем перерыв, чтобы оно до вас дошло. Я хочу, чтобы его... Я просто обращаю ваше внимание, что сейчас у нас в том числе предусмотрен перерыв, объединенный по режиму рабочего времени, и два штаба вас заняты в другом судебном процессе. Мы не успеем. Ну вот, я поэтому вам предлагаю как-то либо в порядок определить сейчас по ходатайствам, или либо сейчас, если перерыв объявляет, то уже на другую дату. Ну, давайте перенесем ходатайство, переносе, рассмотрение дела в связи с тем, что вы сами сказали, что нужно, чтобы документы в письменном виде дошли до вас именно в письменном виде. Плюс мы все успеем прокашляться за это время, да, поправим свое здоровье. И третье, я надеюсь, что представитель адвесчика все-таки наберется смелости и передвинет стол, чтобы не только я к нему был лицом. Благодарствую. То есть перерыв с на другую дату? Да. Да? Да, поддерживаю. Да, поддерживаю. На второй половине дня, пожалуйста. А вы ходатайство-то, а при лечении с отречки, уточнение скалустребней после перерыва желаете разрешать? Ну да. Которые у вас хорошо. У меня, кроме тех 15, которые я вам направил вчера, я еще сегодня направил штуки 4 или 5, у меня еще в запасе штук 5. Я их еще не отправлял. А вы их отправите? Ну, зависит от ситуации. А, то есть это в основном усмотрении. Если Конституция Российской Федерации вдруг будет действовать, то, может, это правда. Ну, хотя бы на чем, 12, так. У меня есть время, перерыв 25 июля, 10.30. А после обезда как? 25 июля. Подождите, что за порядок вообще? Истец я, я инициатор ИСКа. У меня в первую очередь нужно спрашивать. Да вот я и я. Вы так восприните ваши представители, я не знаю, что у вас тогда как сранится? Я, в отличие от представителей ИСЦА, являюсь в роли ИСЦА, то есть моя роль главнее. Правильно? Они же... Логично же. Логично же. А вот я хотел сказать, что мне лучше тоже после обеда, и самое главное, это чтобы было согласование по ВКС с Сургутским городским судом. Потому что я вот только вчера, пока сам не позвонил Гераськиной, имя, отчество не знаю, мне никто не сообщал, будет суд, не будет, согласовали, не согласовали. Вы хотя бы по электронной почте отправьте, звонок короткий сделайте. Вы просто были в судебных заседаниях, и ответ, когда ответ пришел, мы не успели вам позвонить, вы сами позвоните. Ну я понял. Я вас поняла, я вас поняла. Ну 1 августа в 14 часов устраивает вас? Вас устраивает? Меня да. Подождите. А, Антон Николаевич, вас тоже устраивает? Меня да, устраивает. Хорошо. 1 августа, перерыв на 1 августа, мы перерывы, мы перерывы, мы перерывы, перерывы на 1 августа, 14 часов. Отлично, благодарство. А можно с вами с вами с вами? Да, конечно. Все тогда в судебных заседания. Попробуем. Пойдем. Ты смотри, как она на Конституции. Вообще игнор. Нет, но Конституция это одно, как это... Вообще игнорирует, она ни разу на Конституцию не сослалась. А унивший церковный право-то. Поэтому она церковные каноны, ему оперирует. Поэтому, действительно, она не бывает тебя. Ну ладно не сослаться, я когда припер, да, нет, не знаю. Все, видишь, она даже... Они, видать, это... Я не знаю, с чем это связано. Ну, я знаю, что многие судьи признают Конституцию. Их ловят прям сходу на этом. А это ни в какую. Не хочет признавать. Ну, знаешь, по морскому праву, по морскому торговому праву, лица, которые не соблюдают Конституцию и федеральные законы той страны, в которой они ведут деятельность, подлежат уголовной ответственности или погашению. Поэтому ей лучше признать Конституцию на следующий раз. Значит, что-то сильнее есть, что она не признает? Каноническое право. Что, он хочет погаситься? Нет, не хочет погаситься. У них там, видишь, значит, она действительно, вот, тоже, ты знаешь, что он хочет? Она закашлялась. Она специально кашляла, чтобы, знаешь, ну, чтобы не погасывала. У них, значит, она произнесла туда, присягу дала. Сейчас должна отдать, еще и не присягу, что она должна была отдать. Она должна была отдать и присягла перед заседанием. Если бы она признала Конституцию, она бы признала, что она судья. А так она, ну, ни в какую. Документы не показывает. То есть просто частное лицо, никакой ответственности. Да, да, да. И, кстати, они ни разу не опроверглили все мои доводы по поводу того, что мошенничество, подлог документов, вот это все. То есть акцептовали, согласились? Все отлично, значит, акцепт правительства. А адвокат Аша это? Во-первых, один пришел, Харисанова все, больше не ходит. Видать, решил не позориться. Ну, а это то, что какой-то адвокат, он делал, потому что он так отвечает несуразно. Ну, он видит, что у него знаний, видать, не хватило, или что? Он решил это. Мои же методы использовать. Те же основания, 226 ГПК, передать в Следственный комитет, типа лошадь и все такое. Ну, подзюкивал судью. Пускай попробует. Если они инициируют этого, он сам по клевете пойдет. Он публично заявил о лжи и не предоставил доказательства. Да-да-да, то есть ты сразу же его. Ну, в основном сам. Офигеть! Офигеть! Это я только одну треть озвучил. Даже меньше. От того, что было написано. Ты когда это все писал? Ты же видишь, я постоянно. То глушинка не принимает, то луценка не принимает, то туда, то сюда. Это не из-за этого эти вещи. Ну, нет, я понимаю, что надо убраться. Ну, когда? Если я возьмусь убираться, я потеряю час. А у меня нету этого часа. Тебе клиник надо. Аленку и двух маринок. Ты смотри, какая она это. Тихонова. Что ты там начала? После чего она взорвалась-то? Когда ты начал у нее спрашивать у меня все эти... Документы? Да, полномочия. Когда ты у нее еще про институтские напомнил. Вот тут она эта... Про документы она вообще закашивается. То есть нет, нет, абсолютно ничего. А когда человек кашляет, это говорит о том, что он теряет голоса. Сам творец у него забирает право голоса. А-а-а. Угу. Адвокат, оказывается, не признал себя человеком? Ну, что ж. Для них это пустой звук. Спиной к людям? Ну, да. Не по-человечески себя, Павел. Говорю, мы к нему душой отдушины. Угу. Ну, я удивлял, что они на перерыв согласились. Ну, у них сейчас, да, они тоже обеденный перерыв, но у них сейчас все это зачитывают. Так они, я предполагаю, что они перерыв взяли именно в связи с тем, чтобы хотя бы оставшиеся вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А экспертизу я так и не заявил. Еще не заявил? Еще нет. А-а-а. Ну, а вот действия, да? А? Действия. Да, у меня все действия. А, ну так да. К самому главному-то мы не подошли. Да. Хорошо. А как они сопротивлялись тогда? О, еще здесь. Семь раз отклоняли. Тебя не было, да? Нет, у меня-то не было. Блин, не было. Вот ты, слушай, ты же залил я твот. Я? Я же знаю, сколько раз я твот. Нет, я сам отрожу. Сейчас уже приважно залил я твот. Больше. Нет, нет, ты собирайся, собирайся, собирайся. Именно ей, по-моему, два раза отрожу. По-моему, тоже два раза. Сейчас два, и прошлый раз один. Да. Ну, все. Ну, короче, это... Я думала, ты специально трижды будешь, у тебя третий раз будет так вот? Нет, я больше смысла не вижу. Три раза достаточно, все. Да, три раза. Она два раза не еще отривается. Посмотрите, когда она будет. Она не имеет права отриваться. Ну, однако же она отказалась уже. Сейчас. Тогда один, или сейчас два было. Ну, она же не судья. Она просто... Слушайте, ну, Ана, я же его специально поймал на этом. Заделывает, как это, мужское самолюбие. Что это, типа... А чего он это? Я предложил, что, возражений не было? То есть, не возражаешься и совсем согласны? Нет. И потом следующее. И он такой, встал за судью. Да я возражаю. Она этого не делала. Она то не делала. Ну, нифига себе. Он за нее оправдывается. Ну, раз оправдывается, значит, есть за что оправдываться. Правильно? Честно, бы человек сказал, нет ничего, не согласен. Нет, не предоставлю доказательства. А этот начал оправдываться. Ну, если оправдываться, значит, виноват. Признание в виду. Сидит спиной. Где-то... Да. Ну, конечно, не с залысинами. Но все равно. А я про нее ничего не говорю. Нет, ты просто сказал, что... Я не хочу, чтобы ко мне никто не сидел за лысиной. Никто не показывал залысину. Я про него ничего не говорю? Нет. Да. Ну, ладно, там тоже здесь кипятком, наверное, изошелся. Конечно. Ему тоже нужно бросить сюда. Не ходить сюда уже. Пусть ему не позориться. И вот это вот и учат в юридическом. Когда подходишь, ну, не будешь... Ну, начинающий разговаривает, говорит, у меня это в юридическом образовании. Я говорю, да, да вы что? И когда начинаешь, он говорит, вот просто вот такую вот истину, да, она тебя смотрит. Нет, нас этому не учили. Какую истину? А? Ну, когда начинаешь... Ну, конкретно какую-то статью начать. Какую-то вопрос на статью. Они на тебя смотрят, когда ты нажимаешь на импланетельную. Я говорю, у тебя два юридического образования, да? Да. Так их учат, как дурить людей, вот, разводить вот это вот. На суде вопросы не задаются. Вот первая фраза, которая... Ну, да, первая, конечно. Очень удобно. Нет, удобно. А я не задаю, я ставлю вопрос. Подожди. Есть статья в ГПК. Сторона имеет право ставить вопрос на рассмотрение, выносить вопрос. Уточнить можно или нельзя? Просто уточнять что-то? Можно. Требовать разъяснение можно. Да, вот. Но они не знающих людей ловят на этом, понимаешь? Да. Суду вопросы не сдаются, и человек, оп, теряется. Не сдаются. Как? Он даже как не может спросить, потому что не задаются, понимаешь? А нет, ты, если суд, может быть, я суд, ты что вопросы задаешь? Ну, тут уже все перевернули. Ну, послушай меня. Я тебя научу. А мне понравилось. Мы тут сами были, да? Да. Коллегиально сами заседали. Все там разностаивали. Слорик, да? Вроде, да? И как бы он такой? Нет. На фонных. А может не их, может китайские, может американские. Я дожду. А? В принципе, здесь все мое. Так что ты ко мне, обращайся. Я. А, добро. Ну, совместно со мной. Что я. Ты тоже заявил, что творитель поверь? Ну, только что. А, ну, что там? Ладно. Я с тобой, ты можешь. Ты ведь не будешь, да? Девчонка, надо сказать. Что, вот такие рожи. Ну, я скажу, да. Тебя тут ожидать? Так, что там на 1 августа, да, перенесли? На 1 августа, да. Мы все? Все. А у вас как фамилия? Слышим, с тобой, да. А вот я вам на следующем заседании 1 августа заявлю, вот, не серчайте. Мне? Да. 1 августа, а что у вас? Ну, перенесли на 1 августа. Меня не будет. Не будет? А я вам все равно отводзываю. А что там у вас случилось? Как должностному лицу. А просто принципиально нарушает все законы и Конституцию в первую очередь. Я сейчас конкретно вопрос задал, говорю, Конституция Российской Федерации действует в суде Российской Федерации? Она виляла влево-вправо, ни в какую не ответила. Кто? Ну, это Тихонова ОА. Некто. В Екатеринбурге, которая. Я не поняла, я тут почему? А я тут почему не... А у вас были нарушения? В чем? Не установили явку явившихся лиц. Ну, вы отказались подропастать. Я не отказывался. Я спросил основания, вы отказались назвать. Ну, пожалуйста, а мы уже будем в отпуске. Вот, вот, благодарство. Зал мы освободили, ничего не взяли. Вы сами. Добро. Нет, секретарь. Ты нафига вот эту явку? Какую явку? Вот, вот, карты открывают, кто мы такие. Вот меня спросят, я же напрямую отвечу. Они скажут, что все за это самое чудо. И будут выгонять. Тебе же вы служите. Я молчать-то не буду. Нет, ого, ого, нигде. Не, не, я же им об этом давно уже заявил. Они поняли, что уже бесполезно. Игнорируют это все. Но, но стол принесли. Ну, что, что, нет вот таких документов? Ну, я понимаю, что нет. Она просто определение вынесла. Мы тут, как бы, между собой человек устроили. А по идее, должно быть этот документ, формирование состава суда. Она сразу же произнесла несколько предложений. Я сразу 10 этих сам. Ну, не 10, а 8 нашел. Сижу, смотрю, партия. Я где боюсь. Все, мы выходим, да? Ну, да. Все, так, пожалуйста. Так, так, так. Раз, ну, слушай. Ну, 8 нарушений с ее стороны. До свидания. Спасибо.